Всем привет, с вами Михаил, и сегодня у нас будет 14-й участник 6-го сезона Битвы Проектов. Сегодня с нами будет Филипп Донцов и его корабли. Но, сегодняшний выпуск будет несколько необычным по двум причинам. Первая причина, сегодняшний игрок, сегодняшний участник, 14-й, это последний участник этого сезона. То есть, чем бы ни закончился сегодня бой, что бы мы сегодня ни увидели, этот бой будет последним, и после него, после окончания боя, будет у нас подведение результатов в этом же видео. То есть, кому интересны результаты, опять же, прошу либо досмотреть до конца, либо можно в конец просто перемотать, если не забуду, ставлю тайм-коды. Это первое. Второе, почему данная серия будет несколько необычная, и почему вы еще не слышите голос второго участника, почему вы не слышите голос Филиппа, потому что сегодня я буду играть сам за его эскадру. Как написал Филипп, он уезжает в училище и, к сожалению, не сможет присутствовать онлайн, не сможет с нами пообщаться. Ну, здесь что могу сказать, жизнь есть жизнь, да, понятное дело, что и форс-мажоры случаются, и учеба, и прочее. То есть, да, все-таки жить-то хочется по-настоящему, полной жизни, да, как говорится, дышать в полной груди, везде участвовать, поэтому здесь у меня, опять же, никаких вопросов нет, есть только пожелание Филиппу, да, чтобы, кажется, все у него было хорошо, да, успехов ему в жизни, в учебе. То есть, Филипп, надеюсь, что данную серию посмотреть ты сможешь, и сможешь ее на ютубе прокомментировать, то есть, как тебе бой, как тебе сезон, как повели тебе, точнее, твой взгляд, твои же корабли, то есть, да, под моим управлением, то есть, что бы, может быть, ты сделал лучше, что сделал бы хуже, то есть, вот, мне это самому интересно. Вот, опять же, для данного сезона, то, что я играю за эскадру другого игрока, это несколько необычно, потому что, получается, из 14 игроков у нас 13 смогли присутствовать лично, смогли мы пообщаться по Дискорду, то есть, да, и фактически все 13 боев были у нас в таком небольшом формате интервью, то есть, да, формате диалога, общения, когда игрок общается со мной, я с ним, то есть, да, мы вместе смотрим бой, я управляю кораблями, то есть, ну, это ДТП, вы сами все это видели. Вот, это, мне кажется, конечно, наиболее лучший формат, но, повторюсь, опять же, если вспомнить и ранние сезоны битвы проектов, то есть, да, там первый, второй, третий, как бы, вот, у нас только с четвертого, если не ошибаюсь, как раз, да, вот, начался Дискорд, то есть, до этого, в принципе, я всегда управлял кораблями игроков, где-то, может быть, хорошо, где-то, может быть, плохо, то есть, но, тем не менее. Вот, в этом же сезоне это, получается, такой у нас бой-исключение, бой-исключение, но, мне кажется, он тоже по-своему интересен, потому что и в комментариях постоянно тоже просят, там, да, там, гриш, да, теоретом, сними, там, да, если бы ты управлял этими кораблями. Ну, вот, сегодня я сниму, если бы я управлял этими кораблями, не знаю, опять же, что получится, потому что корабли несколько спорные, на мой взгляд, вот, и, собственно, давайте, к ним мы тогда уже плавненько и перейдем. То есть, сейчас у нас план прежний, план точно такой же, как и был в прошлых сериях, сейчас мы первые 15 минут уделим обзору кораблей, потом будет сам бой, ну, а потом, как я уже говорил, у нас будет подведение итогов. Так вот, Филипп у нас взял Японию. Кстати, обращу внимание, да, тоже такой интересный факт, тут уже, ну, как бы, конец уже, да, можно сказать, сезона, поэтому можно делать какие-то такие у нас выводы, да, вот из 14 игроков, казалось бы, да, 14 игроков это много, то есть, скорее всего, каждая нация сможет поучаствовать. Нет. То же самое Китай, допустим, не взял вообще никто. Испанию аналогично, да, но при этом у нас есть 3 игрока на Франции, 3 игрока на Италии, 3 игрока на Японию. То есть, эти страны были наиболее популярными, вот, что довольно-таки интересно для меня, вот, хотя Японию, скажу честно, я считал в фаворитах, и до сих пор считаю, потому что у них отличные корпуса, у них отличные орудия на этот период, у них отличные настройки, вот, но пока что, по крайней мере, пока что, сейчас с первенства держит у нас игрок за Францию, да, а именно Ян Соболев, он набрал чуть больше 2000 очков, как раз вот в предпоследнем бою. Он был 12-м с игроком. Вот, посмотрим, что будет у Филиппа. Сразу скажу, что его кораблями я буду воевать. То есть, да, безусловно, сейчас я могу начать бой, даже без обзора, там, линкоров, там, и прочего, просто увезти их назад, одним эсминцем, там, да, потратить час игрового времени, найти конвой, убить его и уйти. Это будет в рамках правил, да, опять же, то есть, если бы кто-то сделал это, допустим, там, какой-нибудь, там, десятый игрок бы так поступил, там, да, или там, девятый, восьмой, неважно, то есть, безусловно, такую попытку я бы зачел, да, и он заработал бы честные 3000 очков за уничтожение конвоя и отход всех своих кораблей, то есть, без проблем, да, если они смогут отойти, вот, но так как у нас, опять же, все игроки все-таки воевали, да, все пробовали на зуб охранения конвоя, все с ним закусывались, да, все с ними пытались как-то побороть его, вот, то, безусловно, кораблями Филиппа я буду управлять так же, то есть, эти линкоры, они пойдут, они пойдут на противника, они будут с ним драться. Безусловно, не до суицида, да, по возможности, то есть, если я увидел, что дело плохо, я буду стараться, как-то, отойти и сохранить Филиппу очки, да, и жизнь этих кораблей, но воевать мы, конечно же, будем, вот, то есть, опять же, да, все свои комментарии я буду давать именно исходя из такой установки и, соответственно, так же буду вести бой. Так вот, Япония, да, Япония эскадра Филиппа Донцова, что она из себя представляет? Вообще, суммарно, у нас будет один линкор, один линейный крейсер, два тяжелых и один эсминец. Итого, пять кораблей, общей суммой стоимостью порядка 2,9 миллиона, то есть, да, коррупции в Японии, в Японии Филиппа нет, да, он построил корабли, честно, опять же, на всю представленную ему сумму. То есть, напомню, у нас было ограничение в 3 миллиарда. Так вот, линкор у нас будет один. Линкор у нас называется Юрю Гиани, да, как-то вот, честно скажу, плохо могу это слово прочитать. Вот, к сожалению, Филипп не дал какой-то перевода. Вот, может быть, это какое-то рандомное название, может быть, оно имеет какой-то смысл. Мне кажется, все-таки оно имеет какой-то смысл, но могу ошибаться. Вот, что у нас здесь есть? Первое, конечно, обращает на себя внимание цена. Да, цена этого корабля очень большая. То есть, у нас получается 1 миллиард 109 тысяч 688, там, доллар и иен, да, скажем так. Все-таки в Японии иена же валюта официальная, но тут, как бы, значок доллара для всех, поэтому доллар. Окей. Вот, линкор хорошо сбалансировал. То есть, клиент, он, конечно, безусловно, какие-то параметры имеет, но баланс выведен в ноль. То есть, опять же, да, Филипп здесь полностью постарался. Также следующим на себя обращает внимание третий факт. Я думаю, тоже вы уже упрощаете себя вопросом, как так получилось, что у него очень много свободной палубы. Вот, то есть, здесь очевидно, как бы, да, корпус здоровенный. Ну, корпус, я думаю, всем понятно, да, это линкор Ямато, то есть, вот, с его такой вот характерной формой. Вот, ну, очень много пустой палубы, то есть, да, Филипп решил не перегружать корабль какими-то там тропедными аппаратами, ПМК, там, ставить какие-то мастерозные орудия, там, диких калибров. Филипп выбрал сейчас у нас такую схему по вооружению, то есть, у нас 12 орудий калибра 352.9 мм с длиной стола 52 калибра, и получается 18 орудий 149-мм, ну, 150, да, будем называть, а для краткости 150, здесь 149.9. То есть, главный калибр, это у нас фактически расточенные 13-дюймовки. Давайте сейчас перемотаю вниз, как раз посмотрим их характеристики. Начнем с оружия. То есть, вот, у нас 352.9, длина 17%, где альтера плюс 22.9 было добавлено, то есть, это раскаченные 13-дюймовки. Опять же, довольно интересный выбор, потому что, да, такой корпус просит на себя какие-то большие орудия, то есть, что-то там 16 дюймов как минимум и выше. Вот, но, тем не менее, игрок у нас выбрал 13-дюймовки, решил их просто расточить, скажем так. Почему? В принципе, я понимаю, почему. То есть, сейчас, да, я так немножко побуду таким адвокатом игрока, да, то есть, попытаюсь додумать что-то за него, почему он это поставил, да, потому что, безусловно, текстом, файлеописанием, как бы, не может там по каждому модулю долго расписывать, да, это там займет страница. Вот, поэтому я здесь попытаюсь свои мысли высказать. Так вот, почему? Почему очевидно, да, потому что здесь это МК-4. То есть, у нас 13 дюймов, это идет еще МК-4, дальше идет у нас МК-3, ну, там, соответственно, МК-2, МК-1. Вот, то есть, Филипп решил сделать ставку на качество орудий. Опять же, 13-дюймовки, тем более, что у японцев раскаченные, они очень хорошие. Как вы можете видеть, у них, ну, во-первых, неплохая точность, да, во-вторых, у них на 35 километрах, допустим, есть неплохое пробитие палубы в 158 миллиметров. Опять же, на 30 км у них пробитие палубы будет наилучшее в 186, но, тем не менее, все недостаточно, чтобы пробить палубы моих линкоров. Потому что, напоминаю, да, у моих линкоров, опять же, кратенько потом их покажу, там у меня палуба 200. 200, да, это даже без учета качества. С учетом качества брони, там, палуба у меня еще толще, то есть, палуба фактически непробиваема для этих орудий. Но при этом, тем не менее, да, опять же, повыносить какие-то настройки, пробить куда-то там через башнюку по МК, там, да, может быть, оконечности вынести, они вполне в состоянии. Вот, потому что, опять же, пушки точные, пушки будут довольно скорострельные. Хотя скорострельные, как бы, да, 50 секунд. То есть, ну, такое, как мы видели в этих сезонах и лучше, но, тем не менее. Вот, дальность стрельбы, соответственно, 40 у нас бронебойка, 38 у нас фугасы. Опять же, здесь интересно по снаряду и заряду. То есть, у нас Филипп решил не брать кардит, который здесь был, третий, либо второй, а взял именно трубчатый порох. Здесь, я думаю, почему? Потому что, хоть он дальность стрельбы сокращает, но все-таки сокращает еще и время перезарядки, дает точность. То есть, Филипп, если я правильно понимаю, решил у нас уйти в точность. Ну, в принципе, справедливо. Хотя, вот, ради интереса, давайте сейчас поставим кардит. Третий кардит выбираем. И у нас дальность стрельбы становится почти 145 километров. То есть, выбор только заряда меняет дальность на 5 км. Уже, сразу же, да? Ну, здесь, повторюсь, выбор игрока. Как говорится, ничего не имея против, да? Здесь уже вкусовщина. Вот, просто обращу внимание, да, что Филипп выбрал именно такое сочетание. Также у Филиппа, что интересно, опять же, главному калибру. И, по-моему, это тоже у нас первый игрок в этом сезоне, который взял супертяжелые снаряды. То есть, не просто тяжелые, там, да, или легкие. Многие легкие брали. А именно супертяжелые снаряды. Вот тоже интересно, почему? Потому что у моих, то есть, да, у кораблей бота будут как раз легкие снаряды. А здесь это первый игрок, у которого будут супертяжелые снаряды. Вот, опять же, здесь понятно почему, да? Потому что, фактически, это у нас расточная 13-дюймовка. У нее маленький урон. Чтобы повысить урон, что? Берем тяжелый снаряд, да? Плюс, опять же, тяжелый снаряд имеет другую баллистику. Ему проще попасть куда-то в палубу, да? То есть, делать что-то такое плохое для кораблей бота. То есть, повторюсь, у Филиппа довольно интересное сочетание вооружения, да, как систему. То есть, башня, ее калибр, то есть, да, опять же, заряд, снаряд и вес снаряда. То есть, вот, подход довольно интересный. Мне он нравится. Ну, по МК здесь маленький. У нас, да, получается 149 миллиметров. По 9 штук на борт. То есть, ну, чисто отбиться от одного какого-нибудь эсминца. Опять же, в принципе, логично. Почему? Потому что у него ГК сам по себе калибр тоже небольшой. То есть, да, им тоже можно пострелять по эсминцам, причем довольно эффективно. Вот. Ну, опять же, да, видно, игрок решил не перегружать корабль на всякие мелкашки. Там всякие, ставит там вот эти вот 37, там, да, 51-мм там пушечки. То есть, ну, поставил, как бы поставил, да, опять же, достаточно и достаточно. В конце концов, да, у нас есть крейсера, как такие брелки по МК, там, да, как что-то еще. Вот. Ну, по модулю, опять же, я здесь не буду, наверное, зачитывать все. Здесь вы сами все видите. Опять же, то есть, у игрока скорость у нас получит ход 28 узлов. Дальность всего лишь 6000 км. Вот, кстати, мне этот вопрос, как это повлияет на топливо. Даже интересно, вот, будет ли у нас в бою достаточно топлива. Вот. Ширина у нас 7%, осадка минус 20%. То есть, здесь, опять же, больше заточено дело все в точность, как я понимаю. Потому что ширина, как бы, да, Филиппу явно была не нужна, чтобы ставить какие-то модули. Ширина здесь явно была использована с другими соображениями. То есть, да, а именно, опять же, получить... Плюсы к базовой точности, то есть, да, ко всему этому. Ну, в принципе, логично, как бы, тоже, да. Такой корабль-снайпер. Корабль-снайпер, я бы так его назвал. Вот. Ну, модули, опять же, сейчас у вас на экранах. То есть, здесь модули, в принципе, все лучшие на живучесть, безусловно. То есть, тут и барбет, и все, что хочешь. Прямо, пожалуйста, да. Ну, собственно, корабли стоят, там, больше миллиарда. Как раз почему? Потому что у меня лучшие модули, в том числе. Вот. Радары, радио, для меры все есть. Единственный нюанс, что нет акустики. То есть, опять же, Филипп решил, видно, сэкономить немножко на акустике. Ну, опять же, учитывая то, что линкор не пойдет один, да, он идет в каком-то соединении, то есть, да, который может тоже, там, услышать торпеду, увидеть их раньше, то, ну, может быть, даже это логично. Может быть, даже это вполне логично. Вот. Единственное, что в этом линкоре мне не нравится, и почему, мне кажется, может не сработать так, как планировал Филипп, вот, это его броня. Вообще, Филипп, вот сейчас тоже, если не забуду, сделал вставочку на экране, он пишет, что линкор обладает точными орудиями и высокой живучестью. Должен двигаться впереди крейсеров на оптимальном для точной стрельбы ходу под углом к противнику, идя на постепенное сближение, если не встречает слишком опасного огня и параллельным к врагу курсам или на отход в случае опасности. Обладает достаточно торпедной защитой, но против торпедный маневр следует выполнять. Приоритетные цели у нас крейсера, эсминцы и затем большие корабли. Здесь тоже интересно, что Филипп в тактике написал, что приоритет сначала эсминцы, крейсера, а потом уже тяжелая. То есть, вот, в этом сезоне, как бы, все игроки, как правило, пытаются бить сначала по-тяжелому. То есть, да, а там крейсера, эсминцы, ну, видят и видят, как бы, да, хрен с ними. То есть, здесь Филипп именно поставил себе установку, то есть, вынести сначала всю мелочь, а потом уже, да, устраивать там жару большим хорошим парням, если так и останутся. Вот, так вот, хоть Филипп и пишет, да, что обладает корабль хорошей живучестью, но по модулинам, может, конечно, и да, но по броне он довольно слабенький. То есть, 228 пояс я еще понимаю, да, в конце концов, это не ринкор для ближнего боя, это очевидно, то есть, да, этот корабль должен держать дистанцию где-то там, ну, 30 км, но не ближе, да, то есть, ближе подходить к 30, я бы на нем не стал, потому что, ну, здесь будет ломать пояс, пояс тонкий, как бы это ни про это. Вот, корабль немножко слабенький, мне кажется, по палубе. То есть, 80 мм, это слабовато против 16-дюймовых бота, вот, ну, даже 343, как бы, наши, то есть, да, у нас, видите, пробитие, там, 150-180 мм, то есть, с учетом качества плюс 148, то есть, ну, это не так много, как бы, да, то есть, опять же, свой же палубы мы там плюс-минус пробиваем, и это раз точно 13-дюймовка, то есть, опять же, да, какие-то 16-дюймовки там будут ломать ее только в путь. Вот, а палубы у нас здесь много, да, у нас палуба особо сверху не прикрыта ни башнями, ни настройками, там, да, ни ПМКшками, ни трубами, ни чем-то еще. То есть, у нас есть хорошая настройка, которая забронирована на 100 мм, безусловно, это классно. То есть, настройка будет выбить тяжело, от нее будет много рикошетов, но сама палуба большая и довольно тоненькая. То есть, вот этому линкору бы палуба где-нибудь, ну, 150 надо минимум, мне кажется, миллиметров. Это, опять же, так, ну, как говорится, личное предпочтение, да, безусловно, то есть, здесь, как говорится, игрокам виднее, вот, но я бы, конечно, забронировал именно горизонтальную броню бы получше, потому что корабль для дальнего боя. Здесь, опять же, мне кажется, как, у нас, кто смотрел видео 13 игрока, да, предыдущего у нас за Италию был, вот, та же самая ошибка, то есть, линкор для дальнего боя, для сферы дальнего боя, линкор хороший, орудия хорошие, бронепалубы нет. То есть, в палубу его будут шить даже 13-ю дюймовки бота, то есть, и это будет проблемой, мне кажется. Хотя, конечно, опять же, зависит от погоды, но посмотрим. Вот, а так, линкор, конечно, довольно сбалансированный, но очень дорогущий. Да, опять же, ну, неудивительно то, что он один. Таких много высказываний не засунешь на 3 миллиарда. Вот, ну, в принципе, пожалуй, что по линкору все, что Мокай показал, опять же, думаю, что модули и прочее на видео там посмотрели, экипаж у него по 100% ветерана, то есть, тут, да, просто не будет, эти парни стрелять у нас умеют, безусловно. Вот, вот как-то так, как-то так. Так, ну что, давайте сейчас переходим к следующему кораблю, а именно к линейному крейсеру. Опять же, название здесь какое-то очень, правда, сложное. Вот, мне кажется, Филипп специально решил на данный поугарать. Так это Асхобуринга, вот, еле выговорил. Короче, я их буду называть просто линкор и линейный крейсер, ладно? Без обид, как бы, ну, просто, реально, название длинное, название, язык сломаешь. Линейный крейсер тоже очень дорогой. Он также стоит у нас под миллиард. Вообще, у Филиппа, мне кажется, в этом сезоне, если не ошибаюсь, он, по-моему, самый дорогой линкор и самый дорогой линейный крейсер. Ну, линкор, мне кажется, там кто-то мог поспорить, там где-то тоже у нас был корабль, там, Золярд, но линейный крейсер, по-моему, точно самый дорогой. Так вот, 36 узлов, опять же, максимальные переборки, опять же, у нас остатка минимума в минус ширина в плюс, да, 100% на ветерана. Вот, но здесь немножко другой состав вооружения. Здесь, во-первых, довольно много ПМК. То есть, да, здесь у нас уже 14 трехорудийных установок, калибр 122 миллиметра. ПМК может быть не сильно мощнее, да, по калибру, по дальности, но при этом реально многочисленный. То есть, там борт прям стрелять может много орудий. Вот, а во-вторых, главный калибр. То есть, здесь башня всего три, также трехорудийные, но калибр у нас здесь уже получается честных 16,5 дюймов. То есть, здесь у нас 428 миллиметров, длиной 17%. То есть, опять же, орудия дальнобойные, орудия точные. Ну, дальнобойные как? Они могли бы быть дальнобойными. Здесь, опять же, у нас сочетание заряда, снаряда, как бы, да, и супертяжелого снаряда. То есть, вот, получается, дальность стрельбы у нас 39,7, но потенциально чудовищный урон, да, что бронебойкой, что фугасом. Вот, и, соответственно, что у нас здесь? Здесь пробиваемость. Здесь очень хорошее пробитие. То есть, опять же, на 35 километрах они ломают 311 миллиметров брони. То есть, вот тут шанс что-то сделать в палубе моих линкоров, конечно, есть. То есть, может быть, не сильно большой, но есть, да, то есть, тут они как-то проломить, да, хотя бы частичное пробитие хорошее они смогут. Вот, опять же, здесь у нас нет акустики, но тоже полный набор линомеров, радаров, безусловно, то есть, да. Ну, модули, опять же, у вас на экране, я не буду долго рассказывать, потому что, ну, нет никакого смысла, можете сами почитать. Здесь единственный минус, что здесь ординарно не с корпуса. То есть, вот это, мне кажется, опасно, да, опять же, попадание в палубу с затоплением, как бы, и вот это затопление станет проблемой для этого линкора, потому что затопит сразу весь отсек. Для этого линейного крейсера. Линейного крейсера, прошу прощения. Экипаж также у нас стопроцентный ветеран. И давайте, опять же, обратимся к броне. То есть, пояс здесь такой же тонкий, по 200 миллиметров. Безусловно, как бы, опять же, корабль, это для дальнего боя. То есть, это не идти вперед, это не для ближнего. То есть, ближе 30, опять же, на нем я бы не подходил к своей эскадре. Но, опять же, знаю ее характеристики. И палуба здесь такая же, как у линкора, тоже 80 миллиметров. То есть, с одной стороны, такая, конечно, фишка Филиппа. Если повторюсь, у меня перед глазами, да, такие итальянские флешбеки 13-го боя. Да, когда, опять же, корабль дальний бой, корабль накидывает вроде неплохо, но и получает тоже из-за тонкой палубы очень сильно хорошо. Не знаю, как это сыграет, вот, потому что, опять же, такой красавец у нас будет только один в бою. Но, вот, опасаюсь, опасаюсь за их палубы, конечно. То есть, мне очень интересно, тоже, где, получается, дымовые трубы, что у нас по дыму. Дым у нас минус, с дымом все хорошо. Вот, ну, корабль, опять же, фактически идеально сбалансирован. Там 1,1% это я не считаю. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим, как это будет все дело. Опять же, здесь, что интересно, получается, Филипп, видите, вынес к корме максимально башню ГК. То есть, у нас здесь большая цитадель уходит в корму еще тоже. Что, соответственно, хорошо. То есть, прикрыто цитаделью больше отсеков, то есть, да, больше шансов, что этот корабль выживет. Вот. Ну, как-то так. Опять же, поэтому линейным крейсерам, я, пожалуйста, сказать, больше нечего. То есть, корабль, только видно, что он немножко концептуальный. Опять же, такой корабль-снайпер. То есть, видно, что Филипп их делал для боя, там, в керакрах на 30. То есть, не подходить ближе. Ну, потому что поезд 200, как бы, это, я думаю, что Филипп, очевидно, понимает, да, что его будет ломать. Филипп у нас участвовал, кстати, опытный. Да, то есть, Филипп у нас участвовал уже, если не ошибаюсь, с третьего сезона битл-проектов, вот его как раз заднеприводный линкор был тоже за Францию, там, да, с хитом сезона, потом вот в четвертом сезоне, если не ошибаюсь, он строил как раз тоже корабли за, по-моему, за Испанию, если не ошибаюсь, Филиппа были, тоже довольно неплохо себя проявили. То есть, Филипп участник опытный, видно, как бы, да, что игрок знает, что он делает. Единственное, мне кажется, немножко недооценило, конечно, броню палубы, повторюсь. Но посмотрим, как это, опять же, еще сыграет. Может быть, я и ошибаюсь. Да, то есть, тут такое себе. Так, ну давайте, про тактику линейных крейсеров мы поговорим, когда перейдем к тяжелому. Хотя, давайте сейчас, опять же, здесь сделаю вставочку, если не забуду. По замыслу Филиппа, линейный крейсер идет вместе с тяжелыми крейсерами на некотором отдалении за линкором. Да, то есть, этот корабль не идет впереди, он идет за линкором. Опять же, пишет, что обладает мощными орудиями, должен в первую очередь уничтожать большие корабли, а затем крейсера и эсминцы. То есть, этот корабль сделан как раз против линкоров. Ну, учитывая его калибр, в принципе, логично. Ну, и опять же, здесь Филипп пишет, что хорошее бронирование также позволяет занять место линкора в случае необходимости. Ну, конечно, про хорошее бронирование, повторюсь, Филипп, мне кажется, здесь погрячился, потому что, даже не зная характеристики моих кораблей, да, их не знал никто из игроков, ну, палуба 80, это слабовато, уж не говоря про пояс. Ну, пояс, ладно, пояс, по трешкам, да, здесь дистанция, это защита, но палуба 80, это как бы, ну, такое себе. Вот, опять же, здесь может быть, что влиять? Может влиять осадка, может влиять ширина, то есть, потому что здесь тоже вот о чем я не сказал, как бы, да, и о чем, ну, можно потестить своим к каждому углу, то есть, ширина осадка, видите, они влияют еще не только на это все, они еще влияют на вероятность рикошета. То есть, вот сейчас широкая палуба дает плюс 25% вероятность рикошета и плюс 25% вероятность рикошета за осадку. То есть, в сумме 45% вероятность рикошета у этого корпуса есть, именно за то, что осадка минус, ширина в плюс. Но, опять же, конечно, есть минусы в плане живучести, безусловно, да, есть минусы в плане веса, да, корабля, вот именно из-за этого есть, Ну, и стоимость, соответственно, тоже. Вот, поэтому здесь как бы рикошета, не знаю, это может сыграть, но посмотрим, посмотрим. Так, и давайте переходим так к тяжелым крейсерам, потому что я тоже все немного болтаю. Вот они у нас, Мамото Ирух, или Иру, не знаю, как здесь правильно. Вот они называются у нас. Опять же, крейсера, что сказать, крейсера, как бы, ну, по цене, они средние, то есть 341 миллион, как бы, ну, в верхней оплатках, как бы, да, но не скажешь, там, прям, дико-дико, там, супер-пупер дорогие. Вот, 36 узлов входа, опять же, ширина осадка плюс-минус, да, то есть у нас 10 минус 15. Опять же, да, вот фишка Филиппа, то есть он делает такие корабли. Вот это интересно. Интересно, естественно, и каюта, да, то есть, опять же, Филипп не стал здесь вкладываться в экипаж, потому что экипаж это деньги, безусловно. Ну, вполне логично. По модулям, опять же, модуля здесь, ну, по большому счету, лучше, кроме ПТЗшки и одинарного корпуса, да, одинарного, наверное, но у нас. Опять же, затопление, не знаю, как они будут держать, конечно. Опять же, нет акустики у нас абсолютно. То есть Филипп тропеда у нас, видно, не надеется, когда, да, там обнаружить, ловить издалее. Просто, как бы, здесь, опять же, нет акустики и простой паровой привод руля. То есть, причем это на алинкорах, на линейных крейсерах и на тяжелых у него прослеживается. Это есть у него везде. Вот, опять же, как это сыграет, да, то есть нет акустики и хреновый руль. То есть, ну, хреновый, как бы, так извиняюсь, да, по-простому говорю. Хотя, опять же, неплохая вспомогательная силовая установка, отличные валы, то есть, безусловно, тоже влияет на маневрность. В принципе, сэкономить на руле может быть у крейсера, это, пожалуй, даже да. То есть, ничего не имею против. Радары при этом лучше, вторые, то есть, да, на всех кораблях, тоже логично. Вот, опять же, очень-очень-очень тонкая броня. То есть, 100 мм пояс, 37 палуба для тяжелого крейсера в 30-х годах, это мало. Это очень мало. То есть, это фактически у него сейчас броня легкого крейсера, я бы так сказал. И то, причем, такого легкого-легкого. Но, опять же, по меркам игры, да, по меркам Ultimate Battle of Red Notes, версия 1.3.99. Потому что в 1.4, как вы знаете, там броня будет зависеть от типа корпуса, броня будет зависеть от модулей. То есть, там уже будут совершенно другие зависимости. Но там это мы посмотрим там, да, когда выйдет какая-нибудь 1.4 стабильность. Когда, может, там где-нибудь под Новый год, либо после я буду делать там битву проектов на этой стабильной версии. Вот, тогда мы с вами, да, уже про это дело все поговорим. А может быть, раньше, я не знаю. То есть, да, посмотрим. Опять же, как говорится, как будет спрос на битву проектов, так будет и предложение. Поглядим. Вот. Опять же, здесь довольно много мелкашек. То есть, здесь у нас 36 орудий калибра 98 мм. Дальность небольшая, но, опять же, это отбиваются какие-то эсминцы, да, там, в ближнем бою. То есть, ну, батарея есть, как бы, достаточная, пожалуй, да. И главные калибры. Здесь, кстати, тоже довольно интересно. Получается, опять же, калибры у нас 251 мм. Давайте сейчас посмотрим. Вот центральные пушки. Вот это у нас Mark V. Да, это у нас MK V. То есть, это у нас, опять же, расточенные, да нельзя, 9 дюймовки. Вот, с офигенной дальностью стрельбы в 34 км. Ну, почему офигенной? Потому что, действительно, дальность-то очень хорошая. То есть, вот, если я не ошибаюсь, только у кого-то из игроков, сейчас могу забыть, могу перепутать. Были, как раз, с 11 дюймовыми орудиями, там дальность стрельбы была побольше. Вот. А так, это, пожалуй, второе место крепкое, вот именно по дальности. Вот. То есть, тут они бьют на 34 км бронебойками. Но, опять же, бронебойками. То есть, да, если мы хотим сжигать противников фугасами, нужно подходить уже на 25, а с такой броней, как бы, ну... Они из 30-ти-то будут получать, а 25-ть это будет, мне кажется, совсем самоубийство. Ну, посмотрим. То есть, опять же, здесь вот у Филиппа явный перекос вооружения в сторону, как бы, да, в пользу брони. То есть, вооружение хорошее, дальность хорошая, расточенные все стволы, пушки, удлиненные, все отлично, но броня никакая. То есть, вот это минус, конечно, тех кораблей. Вот, опять же, длинная цитадель у нас. То есть, такая немножко растянутая башня на корму. Тоже такая фишка, мне кажется, уже Филиппа. Вот. Что еще можно сказать по этому кораблю-то? Да, пожалуй, даже больше ничего. Как бы, да, такой вот у нас специфически тяжелой крейсер. То есть, мне кажется, как в таком немножко японском ролеплейном духе. Да, то есть, опять же, много орудий, тонкая броня. То есть, такой прям самурайский дух должен их защищать. Вот. Опять же, как написано в файлике у Филиппа, крейсера идут вместе с линейным крейсером, обладают с крейсстрельными орудиями и ведут огонь преимущественно фугасными снарядами по вражеским эсминцам, а затем крейсерам-линкорам. То есть, почему я обратил внимание на фугас? Сейчас, да, то, что вот дальность фугасов как раз сильно меньше. То есть, вот тут, тут такое себе, да, очень сильно такое себе. Ну, посмотрим, опять же, посмотрим. Таких крейсеров у нас будет два. То есть, крейсер довольно здоровый, таких у нас красавцев будет два. Но вот, повторюсь, живучесть. То есть, не будет они опять же лопаться, как вот у 13-го игрока там с парой попаданий. Вот, нет большие сомнения, потому что живучесть. Еще один, наверное, одно, здесь еще и ПТЗшки нет. ПТЗш, конечно, помимо тропеда, наш, видите, дает еще и плавучесть, и общий параметр сопротивления. То есть, ну, не знаю, не знаю, поглядим, поглядим. Пока что есть сомнения, именно в плане живучести. Так, и переходим, давайте, да, сейчас еще к эсминцу Шоша, да, у нас здесь. Если я правильно, если я правильно опять же прочитал. Здесь, кстати, Филипп по нему сразу написал. То есть, видно, опять же, да, что Филипп до своего отъезда в училище эти корабли тестил. И нюанс редактора также знает в этой версии, потому что он даже написал, что по какой-то причине возмещение эсминца постоянно сбрасывается, и оно должно составлять 3500 тонн. Вот такой нюанс тоже были, допустим, на кораблях Александра. Да и такой баг я довольно часто видел. Поэтому добавляю до 3500 тонн. Стоимость немножко меняется. Но в таблице, в финальной таблице, опять же, эта стоимость будет учтена. Безусловно. Что можно сказать по эсминцу? 41 узел. То есть, ход у них выдающийся, безусловно. Модули поживучести опять, ну, средненькие, да. У нас, наверное, не столько, барбетов нет вообще. Ну, это эсминец. Зачем барбета? В принципе, согласен. Повышенный бэкомплект для руди, что интересно. Повышенный бэкомплект для торпед. Но эсминец у нас будет один, если что. То есть, опять же, в принципе, логично. Эсминец один, поэтому хотя бы, чтобы торпед у нее было много. Тем более, что аппарат у нас тоже всего один. Хоть и четырехтрубный, но всего один. Также у нас 9 орудий калибра 149.9, да, 150 миллиметровых. Видно, приглянулся Филиппу этот калибр чем-то, потому что не знаю чем. Ну, может быть своей дальностью, может быть своей мощностью, не знаю. Опять же, у нас здесь нет акустики. То есть, данный эсминец, ну, такой, скорее, как бы артиллерийский лидер, да. У нас очень быстрый артиллерийский лидер, корабль, нежели эсминец в прямом понимании, да, этого смысла. То есть, как раз мин, да, самодвиживающих мин, там торпед он несет мало. Глубинные бомбы здесь на корме, они вроде бы и нарисованы, да, конечно, но акустики ее нет. То есть, лодки он оборуживать не сможет. Ну, благо, лодок у нас и не будет в бою. Вот, то есть, это вот именно такой лидер, на мой взгляд. Чем-то похож на какие-то фубуки, если честно, да, вот, эсминец специального типа. Ну, так, может быть, отдаленно, конечно. Вот, и вот эсминец, по меркам эсминцев, конечно, забронировано хорошо. То есть, у него в круговую по 38 миллиметров, плюс палубы, плюс настройки. То есть, эсминец прям, видно, что он должен жить, да. Он должен жить. Длина стволов, опять же, у нас 17%. Вот, ну, опять же, мне здесь добавить, наверное, больше нечего. То есть, эсминец на ваших глазах. То есть, ну, это типичный лидер. Вот, сам Филипп пишет, что эсминец проектирован с целью противодействия вражеским эсминцам и уничтожения транспортных судов в первую очередь. И торпедных атак на протяжении всего боя во вторую. Он должен действовать независимо от остальных кораблей эскадры. Этот корабль, это крайне ценный корабль, его контроль должен быть приоритетен. В случае обдружения конвоя он должен незамедлительно направляться на его уничтожение. В случае обдружения отдельных эсминцев противника он должен управляться на их уничтожение, если конвой не обнаружен. На борту имеется повышенный запас торпед, не стоит их жалеть, пускай появится возможность. То есть, ну, вот так. Ну, в принципе, тактика логична. Да, опять же, видим конвой, топим конвой, видим эсминцы, топим эсминцы. То есть, ну, торпеды как бы так. Если можно будет использовать, то используем. Да, ну, без суицидов, без особых. Вот так. В трюсе эсминец у нас будет один. Ну что, добавить мне, опять же, пожалуй, больше нечего. Так уже полчаса распинаюсь. Ну, просто хочется, как бы, да, корабли игрока уже в его суставе подробнее расцветить. Вот, раз уж поговорить не получается. Давайте к бою. Так, полицейская битва. Выбираем сейчас с вами 29-й год. Берем себе японцев, соответственно, да, противника ставим британцев. У британцев будет 2 линкора, 2 линейных крейсера, 2 тяжелых, 2 эсминца и 10 транспортов. Кстати, по британцам. Я же еще не показал британскую эскадру. Да, знаете, я даже не буду показывать, потому что это уже последний игрок. Я думаю, что все, кто битых проектов интересуются, да, все уже знают, что у меня за корабли. Вот. Некоторые уже против них лично подрались, да. Вот. Опять же, кому интересно, кто наткнется на этот турнир у нас впервые. Может, кто там будет лет через 10 пересматривать его, я не знаю, да. Вас я хотел бы направить к первой, второй и третьей серии этого сезона битвы проектов в плейлисте, потому что там как раз про корабли Британии, которые делал я, тоже по общим правилам, да, стоимостью 3 миллиона, 3 миллиарда, я все рассказывал. То есть, что, как, почему, какие калибры, какая броня, то есть, чем я руководствовался, да, там это все будет, там это все есть. Вот. Как бы сейчас повторяться уже просто не имею никакого смысла. Опять же, повторюсь, первая, вторая, третья серия. Да, прикольно сказал, да. Вот, повторяться не имею смысла, опять же, повторюсь. Ну, ладно, снимаю уже, опять же, к ночи, поэтому тут, прошу прощения, если где-то, может быть, какие-то делают автологии, там, да, масло масляное, либо что-то еще. Так вот, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 10. Общий дизайн всегда, погода случайная, время все только случайно. Если я не ошибаюсь, то у нас все верно. Поехали. Так, ну что, давайте проверим-то наш состав. Загрузка боя у нас прошла. Ну, опять же, здесь силуэты довольно узнаваемы у Филиппа, поэтому я думаю, что как есть, так есть. Аналогично мои точно так же, да, силуэты такие, довольно уникальные. Здесь, судя по всему, все верно, у нас все правильно. Ну, с погодой у нас игра решила не обламывать. У нас день. День, почему? Где у нас солнце? Давайте посмотрим-то. Ну, солнце у нас немножко к западу ближе, то есть скоро, скорее всего, будем приходить уже вечер. Ну, тут на бой нам явно хватит времени. Противник у нас к северу, то есть на правый борт. Ну, давайте, да, сейчас берем линкор. Поворачиваем пока на перлинг, на север. Видите, рули очень плохие, то есть, видите, вот я очень-очень-очень еле-еле могу поворачивать. Это причем линкоры, да, которые целые, которые там без поражений, без чего-то еще. То есть, вот, ну, на полном ходу, конечно, но тем не менее. Так, линкор у нас должен идти первым. Линейный крейсер и тяжелый должен идти за ними. Поэтому давайте сейчас тяжелые строим колонны. И ставим пока что их за линейным крейсером. Линкоры у нас на севере. Но сейчас единственное, что линейник я также прорываю на север и отдельно. Не дам вам ход где-нибудь узлов 25, чтобы слишком сильный линкор бы не обгонял. Так, и эсминец. Вот эсминец я бы, как раз, отправил бы один и вперед. Конкретно эсминцев, да, то есть у Филиппа тактики не было. То есть идет ли он вперед, либо ждет он обнаружения конвоев, чего-то еще. Но я бы отправил его вперед на разведку. Просто потому, что радар у него хороший. Второй, как бы, да. Вот опять же, хорошая акустика, хорошие все дела. И, соответственно, противник, он должен дорожить им довольно быстро. Вот. И уже дать подсветку для линкоров. Так, поехали мы. Чуть-чуть правее сейчас доворачиваем. Все. Эти японцы у нас тоже на курсе. Они готовы драться. Посмотрим, в чем закончится бой для них. Так, пока что у нас X-30. Вообще странно, что довольно долго... А, видим противника. Все, стоп-пауза. Линкор, дистанция. Давайте смотрим. Сейчас мы видим линкоры противника, судя по миниатюрке сверху. Дистанция 46 километров. Ну, многовато. У нас где-то орудие будет 40 лупить. То есть нам до 40 надо подходить. Хорошо. Так, давайте пока X-10. Противник идет сейчас прямо. Куда он будет поворачивать? И будет ли? Кстати, вот тоже вопрос. И будет ли? Так, по нам пошел залп. Пошел залп еще. В кого? Давайте смотрим, в кого. Ну, эсминец они... А, нет, они линкоры. Они линкоры заметили. Так, главное, линкоры. Давайте сейчас какой-нибудь лево-наборот немножечко вот так пойдем. Линейники. Ну, плавненько тоже лево-наборот. Пока пристреливают, да? Пока далеко еще. И мы для противника. И противник для нас. Дистанция сейчас получается 39 км. Вот, кстати, у нас... Да, мы сделали залп. Опять же, по замыслу Филиппа, что у нас линкор должен бить по тяжелым крейсерам. В первую очередь. То есть, да, приоритетно. Ну, с одной стороны, справедливо, конечно, да? Ничего не имея против. У нас вот линкоры, вот линейники. И вот у нас справа появился тяжелый крейсер. Поэтому предлагаю сейчас орудие линкора нацелить на тяжелый крейсер. Конкретно на него. Так, а вот линейник мы сейчас с вами нацелим как раз на линкор. То есть, вот так вот немножко сменим цели. Так, крейсера, опять же, пока что на тяжелый крейсер. Там посмотрим. Ну, эсминец пока у нас идет прямо. Эсминец, в принципе, свое дело сделал. Сказал, он подсветил. Надо искать конвой. У нас вот здесь есть какая-то метка радара левее. То есть, транспорта могут быть там. Но там же может быть просто какой-то эсминец. Больше меток радара я не вижу. Справа конвой или слева я не знаю. Давайте пойдем лучше налево. Мне кажется, он куда-то дальше еще уходит. Вводим немножко эсминец. Вот так. Попаданий пока нет ни по кому. Ну, для нас, наверное, хорошо. Так, линкор давайте-ка сейчас с левым бортом. И опять же, Филипп писал про скорость. У нас скорость, получается, оптимальная для стрельбы около 20 узлов. Ставим 20. 20 и левее. Ближе подходить я не буду. Да, это не в моих интересах. Тем более, что и линейник у нас стреляет. Давайте ему тоже влево и тоже 20. Хотя вот у линейника сейчас 26 узлов, да, оптимальный ход. Ну, вот тоже, да, вопрос как бы. Он должен быть за линкором, но при этом его ход больше. Ну, ладно. Все, пошла у нас перескелочка. Сейчас самое главное не следить за дистанцией. Дистанция до противника 36. Ближе к 36 я подходить не хочу. Потому что, видите, уже пошла игра от 16-дюймовок. И, учитывая нашу тоненькую палубу, каждая 16-дюймовка может оказаться фатальней. Но при этом у нас классическая, да, линейно-возвучная схема по орудиям. Поэтому, безусловно, опять же, надо вести огонь себе бортом, чтобы не терять огневой мощи. Так, вот первое попадание нам в палубу. Второе. Частичные сквозные. В одно и то же место попали. Ладно, пока не смертельно, да? Пока не смертельно. Пока мы ведем огонь по крейсеру. Так, есть у нас, смотрите, тоже пробитие. С нашего линейника попало в линкор. Влетело там в главную палубу. Частичное пробитие, да, на 226 единиц урона. То есть немного, да, но частичное пробитие тоже неплохо. Так, здесь куда-то мы еще попали. Смотрите, у нас... Так, и терапанам попали уже. Восемь членов экипажа мы потеряли. Так, есть первое попадание в крейсере. Смотрите, у нас пошло. Линкор потихонечку ломает. Ну, тонкая броня. Видите, по нам попадают. Вот кремовая палуба полное пробитие. То есть у нас вот идет 13-ю дюймового заметь. То есть у нас 343. Так, а дистанция у нас 36-36 до 34-32. Давайте, наверное, потихонечку улево начнем брать на борт немножко. Линейник пускай идет как идет, а вот линкор чуть-чуть лево на борт. У нас точно 5% не сильно большая. Если бы точно совсем небольшая. Так, а сменить у нас что делать? Вот 40 узлов идет. Идет искать конвой. Что у нас по меткам радара? Пока не вижу. Где-то вот сейчас сзади была метка радара. Думаю, конвой вот там. Так, и противник у нас, видите, идет влево. Ой-ой-ой, там хорошее пробитие было. Давайте к сменить сейчас резко вправо, вот сюда. Потому что, да, конвой у нас явно за силами прикрытия. А так как у нас прикрытие идет на запад, Соответственно, сменить сам обходить на моего запада будет тупо долго. Нет смысла никакого. Так, ну что у нас линкор. Линкор пока у нас отделывается повреждением крымовой палубы. Но, к сожалению, попаданий в крейсер больше у нас, судя по всему, каких-то значимых нет. Печально. Так, линейник лупит неплохо. Наши крейсера что делают? По кому-то они хоть достают? Нет. Ну, достают по крейсеру тоже, но не стреляют. Точность ноль. Не стреляют. Можно, в принципе, поставить им на агрессив, конечно. Либо сейчас крейсера немножко отвезти, да, и попытаться пострелять. Но, если сейчас пока что они стреляют по моему линкору, да, крейсера у нас вне опасности. Давайте немножечко их сейчас отведу. Чтобы там какой-то самостоятельной жизнью заняться, да. И также немножечко сейчас линейник возьму правее. Потому что, опять же, да, линейник у нас 26 узлов. Потому что, к большому счету, живучесть линкора линейника там, в принципе, минус одинаковый будет, на самом деле. О, есть. Отлично залетел в крейсер. Сейчас видели. Вот сейчас прям хорошо. Тоже впал бы. Тоже впал бы. Могло быть, конечно, побольше урона, но... Ладно. Так, линкор наш дал залп. Давайте, наверное, дачу немножечко линейника проверим и выведем. И... Есть еще! Еще, смотрите, линейный крейсер отлично попал у нас в крейсер противника. То есть, кой крейсер, линкор. В линкор противник попал. Куда у нас было здесь носовая палуба пробитие 1600 урон. Да, вот сейчас полное пробитие носовой палубы было. Опасно. Там куча боекомплекта снизу. Затопление. Ну, здесь, судя по всему, где-то, наверное, оконечно залетело. Какой-нибудь форпик там где-нибудь... Там... Каморку там для краски, для еще какой-нибудь... Так, по снизу огонь. Снизу резко влево, а снизу дымы. Потому что, как писал Филипп, дай ему особое внимание. Ну, так мы и будем делать. Не будем меня забивать болт. Повернемся сейчас сильнее права. Ну, пока что прием бьет так 8-дюймовки. Это не так страшно, как бы, но все-таки неприятно, да. Так, попадание в наш линкор. Ну, сейчас только один минус. Видите, опять снизу отвернул, и мы вот... А, они еще дали дымы. Они прикрылись дымами. Понял. То есть линкор ничего, а вот линейный крейсер, который бил по линкору, он сейчас пристрелку собьет. Надо возвращать туда. Ну, будем пока бить по линкору. Вроде неплохо получается. Может быть, сможем выбить хотя бы один. Так, залетел опять в крейсер. Бронебойка, частичное пробитие. Можно, конечно, было бы попадать фугасами, но мне кажется, вряд ли. Здесь броневойки-то в крейсер не заходят. А, смотрите-ка, уже... Уже у нас палуба пока что. Так, а что у нас в дистанции до противника? Т-34. Надо еще брать левее. Надо еще левее. Ход я бы увеличил где-нибудь до 24. Ну, чтобы нас просто не так быстро догоняли. Так, линейному крейсеру как раз можно немножечко левее уже взять. Вот так. Ну, крейсерам в целом тоже как-нибудь чуть-чуть левее. Вот так мы пойдем. Так, крейсерам у нас на полном ходу. 20-30. То есть... Ох ты, у нас залетела дымовую трубу, выбила еще. Ну, вот, игре надо потихоньку отворачивать, потому что дистанции эти становятся ближе, они накрыты становятся чаще. Хотя до линкор не так-то и близко, средства 2 КМР. Но, повторюсь, здесь ближе к 30-ти я подходить не хочу, поэтому отходим. Не ставим борт, да, немножечко сейчас делаем диагональку такую. Возможно, где-то здесь вот на этой дистанции у нас сейчас будет ЗСМ, да, зона свободного маневрирования, то есть когда сряда ни в палубу, ни в борт толком не попадает. Возможно, а может быть нет, я не знаю. Проверять это не особо хочу. Так, точность линкора упала до процента, линейник дает 13, сейчас сказать, вот это хорошо, это отличная точность. Давайте к линейнику даже пока скину где-нибудь снова на 22, наверное, на узлах, вот. Тяжело, и пускай пока на 30-ти идут подальше. Так, по линкору идут у нас сквозняки. Понял. Так, сквозняки, линкоры, точность, конечно, отстой, но вот у линейника получше. Сейчас вся надежда на линейник, что он сможет, может быть, вся линкор закромсать. Потому что линкор на крейсере, конечно, нацелен, но, во-первых, крейсер отходит. Хотя, может быть, створится с линейниками, может там что-то залетит. Так, у нас эсминец выходит вперед. У нас, конечно, эсминцы должны драться с эсминцами, как описал Филипп, но тут... Тут на грани дальности поражения, пускай, конечно, наши 150 поспеляют, но, в принципе, один эсминец там что, угрозы не представляет, правильно? Идет он там, да идет, хрен ли с ним. Нам сейчас надо вот это вот шоши вывести как-то живым бы к прикрытию, точнее конвою. Поэтому я, пожалуй, дам еще немножко на отход ему, пока он еще есть две минуты дымов. Будем очень широким кругом просто обходить. Так, у нас первое затопление, опять же, да, под форштовином, снаряд, залетел. Опасно, опасно, вот линкор пошел у нас страдать. Давайте-ка полный ход, 25, пока мы можем, хоть немножко отбежим. Так, линейнику чуть-чуть левее сейчас уже достаточно будет сделать. Опять же, точно 13, но видите, пока что мы не достаем противника как-то критично. То есть так, чтобы прямо поплохело. Так, крейсера тоже давайте лево на борт, это хватит без сближаться дальше. Там уже можете выхватить. Смотрите, еще раз отличное подание в линкор, 1500 урона. Конечно, пока что 10 на 29, но у нас пока держится. Ну, линкор, видите, ему сейчас избили всю палубу практически, немножко избили пояс. И вот туда сейчас вот в корму здесь будут идти пробития и будут эти затопления. Благо, что у линкора есть тройное дно, чего не скажешь про линейный крейсер. Благо, сейчас видите, мы довольно долго держали под огнем наш линкор, и сейчас весь бот зафокусится на него именно, то есть он идет только по нему. Ну, немножко еще пояснился там по МК-шками. Но линейник, благо, пока что не обстреливает. Но линейник, если что, будет проще сбежать, да, отбежать. То есть не уход больше. Так, линкор дает уже рикошеты, видите, дает чистые пробития. Опять же, здесь же учитывается еще и приведенная броня, то есть под углом у нас броня будет толще, поэтому рикошетов будет больше, рикошетов, не пробитий. Так, у нас, слушайте, почему-то линейник потерял точность, а почему? Странно. Говорит, все же хорошо было. Так, вот линкор в тяжелый крейсер там все еще бьет куда-то, окей. Да? У линкора точность 1 и 2. Ну, никакая точность, но... Можно, в принципе, линкор, если бы нацелить, было бы на линкор противника, но... Не знаю, поломать тактику Филиппа не поломать. Так, частичное пробитие, еще линкор. Хорошо. Не знаю даже, не знаю, честно скажу. Просто дистанция от 33 км. Давайте поставим на паузу, поцениваем опять же, 33 километра. Здесь особо не оцениваем, надо до боя, конечно, смотреть было бы. То есть я хотел гранц пробить все суммарное. Там она не сильно большая будет. Если так чисто понакидывать, конечно, шанс, что куда-то башню, может быть, выбьем противнику. Может быть, он снетонирует, может быть, что-то еще. Либо дальше бить по крейсеру. Он поврежден. Ну, видите, опять же, линкор по крейсеру как-то вот особого влияния пока не оказался. Слишком маленькая цель, судя по всему, слишком шустро для него. То есть... Давайте, конечно, пока что я зацеплю огонь тоже, может быть, на... Не знаю, сейчас линкор будет уходить просто назад. По нему особо уже нет смысла. Давайте пока фокусим второй линкор нашим. Я думаю, что вот так. Так, и наши крейсеры. Откуда они бьют у нас? Они бьют у нас... Да кто куда? Вот они как раз пускай по тяжелым крейсерам оттачиваются. Я думаю, что будет это хорошо. Потому что бронебойки своими не до 10-дюймовками там только пощекочут. Не бронебойки, линейки, линейные крейсеры бронебойками, да? А вот тяжелые крейсеры могут таки залететь ты посильнее. Так, эсминец. Что у нас эсминец? Эсминец у нас, в принципе, неплохо. По нему там прилетает все, что может прилетать, конечно. Давайте еще немножечко левее, вот так отклоню. Но в целом пока что попадания в него особо нет. Эсминец у нас пока везуч. Так, эти еще попадания в линкор. Держись, держись линкор. 13% уже. Ну, эти, кстати, по второму линкору мне точно сразу стало больше. Уже вот 6%. То есть, ну, сейчас, я думаю, простреляемся, будет хорошо. Главное, ну, только сейчас не это. Не схлопнется от множественных попаданий. Потому что бот опять же и стреляет гораздо точнее. Сроки на 15, ну и дальнобойность, да, и больше количества сколов, безусловно. Нас вручает даже тонкое броня, потому что у нас много чрезмерных пробитий. Как бы, ну, меньше урон от этого нас. Так, линейник, 5%. Линейник, в общем, точность упала сейчас. Хотя попадание есть. Видите, опять же сейчас в линкору сейчас залетело. 6% точность линейника, залп. Так, слушайте, какая дистанция от линкора до противника? Мне-то интересно. Так, давайте-ка, пока пауза. 33 километра. То есть, ну, ближе к 30 я не подошел. 32 по тяжелому крейсеру, по тяжелому. Ну, вот, по линкору 34,9. То есть, да нет, дистанция нормальная. Дистанцию держу. Смотрите, конечно, классно створились. Как они шикарно створились. Такой наш залп летит куда-то, хер пойми куда, мне кажется, да? Или нет? Но это по крейсерам. Вот то, что по линкорам нужно было. Конечно, есть соблазн по нему стрелять дальше, но не знаю, есть ли смысл. Ну, пускай еще один залп даст, все-таки, если они здесь створились, может, по кому-то попадем. Да, трикошет был в линейный крейсер сейчас, на принципе, все. Но линейники защищены лучше, чем линкор. У меня, опять же, я сам это знаю. То есть, да, соответственно... Так, линкор там опять прилетело сильно. Просто можно, опять же, перенести огонь сейчас на головной. Либо пока по этому побить не знаю. Но тут точность 11 сейчас выросла вроде. Давайте пока куда стреляем, то стреляем. Линкор, да, пускай пока лупит вот в этот линкор. Я понимаю, что меня сейчас закритикуют тоже за то, что я разнес огонь, как бы. Но тут логично, да, как бы, что линейник все-таки потому стреляет довольно долго. А это пристеливается на отходе по-ближнему, да и все. Так, вот рикошеты, и у нас повреждение рулей. Опасное, опасное, опасное повреждение. 35 км. Ну, уже выходим. Выходим за дальность эффективного огня бота потихонечку. Так, мне не нравится то, что у нас происходит здесь. Наши тяжелые створиваются сейчас линейным. Давайте вот линейным еще сильнее. Лево-наброд. Хотя пристелку с объемом, ладно, по прямой. Ладно, давайте стать тяжелым. Сейчас ход самый полный. 35 узлов. Попробуем просто побыстрее проскочить. Пока что, в принципе, там особо по ним ничего такого не бьет жесткого. Но на створении там, да, наш линейник парочку восьмидюймовый, кто же переживет, я думаю. Ну, линкор, конечно, вот сейчас хлопнется линкор, и дальше будет плохо тяжелым крейсерам и линейнику. Так, а что у нас сменится? Сменится у нас, в принципе, на траверсе силы прикрытия. Давайте его разворачивать. Вот сюда. Потом будем искать конвой. Вспышка флэшфарь, флэшфарь. Код красный, код красный. У нас флэшфарь. Башня Б улетела к Матарасу куда-то там, да, к японским богам. Давайте-ка сейчас переложим линкор на противоположный курс. Благо башня улетела, судя по всему, только одна, но... Ну, у него палуба, видите, у него вся палуба красная. То есть у него сейчас вся палуба пробивается, собственно, всем. Так, линейничек, немножечко здесь сейчас поцарапали нам 8-ми дюймовками, да, ну ладно. Давайте пока линейник, наоборот, ход 17 даже скину, чтобы его побыстрее обогнали наши эти тяжелые крейсера. Ну, по Геркулесу, видите, он неплохо носовал, кстати. На самом деле, реально неплохо, без шуток. То есть у Геркулеса затопление по всей носовой конечности, 67% структура. Что у нас точность-то? 5% опять же. Крейсера по крейсерам там так бодаются себе с переменным успехом и промах. Ну, линкор здесь уже так, скорее, несет какой-то такой чисто символический огонь делает с его-то затоплением без башни. Хотя попадает, видите, попадает, периодически попадает. То есть опять же, бот туда мощно стабилить, он делает. Крейсера. Вопрос в крейсерах. Что у нас делают крейсера? Почему они так вярненько справляют? Точность, что один процентный, кстати. Точность очень хорошая. Не должна сейчас все нормально поражать мой крейсер. Посмотрим. Так, сквозное пробить. Сминец. Сминец противника, заметил наш. Ну, это ладно, не страшно. Да, в смысле, как стали хорошо лупить крейсера. Отлично попадают. Ну, пламени стало жарко. 67% точности. Дистанция 20 километров. Ну, почему так? Потому что недовольного по нему бьют. Уже там сначала бой. Они сейчас получают тут очень большой плюс за диапазон. За найденный диапазон. Сейчас, если взять какой-нибудь там. Мамото Иру вот этот. Так, эти затопления у нас, куда затопление? Ну, пока идем, пока нормально. Так, становимся ромбом. Точность 5%, также залп, залп фугасами. Так, у нас, смотрите-ка, у нас пошли вы дюймовочки. 8-дюймовочки по линейному крейсеру. Давайте-ка ему, во-первых, ход где-нибудь зла 24 дадим уже. У него, конечно, самого точность 15%, тоже точность отличная. Но 8-дюймовки его могут рано или поздно доконять. Так, а вот тяжелым давайте-ка ход, да тоже день 26 поставим. Немножко скинем для точности. Ну, пламя, да. Пламя, слушайте, прям хорошо попадают. На стройку выбили. Ну, думаю, пускай так и бьют. Пускай так и бьют. Ниже, ничего против. Причем, косу будет 14, да, вот этот Мамото, там по 60 показывал только что. Ну, самое открытое, что происходит сейчас на линкоре. Ну, тут однозначно. Так, уничтожена домовая труба. Уничтожено пламя у нас. Точнее, попадание в хламе. И наш линейник. Линейник точно еще 20%, причем хорошие калибры, смотрите. Да, может сейчас опять же проломать Геркулеса. Пока что я все веду огонь по Геркулесу. Он чуть дальше, но по нему опять же мы постерялись, да, 20% точности набирать нам долго. Поэтому пока бьем по Геркулесу. Пока не переключили огонь куда-то ближе, то работаем так. Ну да, видите, частичное пробитие мы ловим. Пояс. Раздаем точно. Дождание ловим. Так, а что у нас с конвоем? Что у нас с эсминец? Конвой-то вообще где-нибудь видит? Нет, сейчас найти конвой было бы очень хорошо, в том плане, что он немножко отвлек бы нас. Да, вот там у нас конвой, все, идем туда, 40 узлов. Просто если мы сейчас заметим конвой, будем по нему работать, скорее всего часть линкоров переключится на эсминец. Это немножко даст передышку как раз нашим кораблям. Потому что потихонечку, да, на линейник-то доканывают. Опять же, линейник можно переключить на желый крейсер. 21 км, безусловно, тогда пламя, скорее всего, было бы довольно быстро уничтожено. Но я так не хочу делать. Почему? Потому что у линейника, собственно, 28% уже по линкору. Он по нему сделал очень много выстрелов. Хотя, конечно, его стали пробивать. Что бы я на вас попаду? Ну, пока 8 дюймовки, видите, пока 8 дюймовки нас доканывают. Давайте линейнику чуть-чуть левее дам, вот так вот, опять же, чтобы сильно пристрелку не сбивать. Просто потихонечку будем отходить. Ну, пламя, видите, пламя у нас, да, наш тяжелой крейсер окрошит, конечно, но как-то так не особо уверенно. Здесь, мне кажется, у них как-то заряд снаряд немножко не соответствует. То есть они, не знаю почему, они наносят очень маленький урон. То есть они сбили все настройки, сбили все. Возможно, опять же, сейчас просто такая дистанция, да, что мы попали немножко в ЗСМ для этих тяжелых крейсеров. То есть, опять же, мы их не в палубу, не в поезд, локу не пробиваем. Может быть, не знаю, может быть. Ну, вот чрезмерно, чрезмерно, частично, то есть, ну, вот так. Может, сквозняки опять же делаем. Посмотрим. Так, эсминец у нас там борется с эсминцем противника. Ну, пока бой идет неплохо, слушайте, я даже ожидал худшего, скажу честно. Так, а что у нас с дальностью до линкоров противника? Давайте смотрим. 40 км. Многовато. Хотя на затопление кормовой конечной... Давайте-ка сейчас немножечко еще вот так вот я левее подверну. Чтобы чуть помедленнее отходить, потому что, судя по всему, у нас, значит, да, у нас приключились у нас дюймовки. Итак, линейнику, самый полный ход, 35 узлов, лево-наброд. Хлопцы, тихо, им с городу. Потом сейчас будет хана. Немножко, вот видите, я сейчас, да, по это, так сказать, пожадничал. Бьют по линкору, все хорошо, он тут дистанция 40 км и не уследил, и давай, до свидания. Сразу придется, что у нас дюймовок. Так, ну, это значит линкор, поворачиваем бортом. Ой, так, отлично, 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 восьминец что-то попало. Неужели наш эсминец работал? Да, смотрите, 6 попаданий на 1000 урона он сделал, прекрасно. Ну, опять же, для моего эсминца пока что, ну, для моего британского это ничего страшного и нету, но как бы уже личный раз, ну, догнать его уже не сможет, не захочет. Это хорошо, это хорошо. Так, ну, сейчас надо спасать линейник, надо еще сводить его. То, что одно затопление, это не критично, даже по скорости там полузла, грубо говоря, там все потеряли. Но вот еще там, да, какой-нибудь у нас дюймовый душ, он, конечно, уже не переживет. Поэтому сейчас же теряем точность, хрен бы с ней. Да, но... Просто пояс, у нас слабенький пояс, а дистанция здесь очень близкая, 22 км. Поэтому нам нужно ликошет сейчас однозначно. Поэтому ставим корабль как-то вот так. Слушайте, гиркулес, я не знаю, даже бить по нему еще или нет, потому что, ну... Так, до Нелеса на 22, до гиркулеса 27. 57, 5 км там много. Хотя, опять же, у нас на сроке на локренч, поэтому даже по налью может там немножко бить выгоднее, не знаю. Так, а что у нас с линкором? Линкоры тоже попадания только что были. Ну, линкор провелся на слишком... А, борта, все, понял, да. Ну, сейчас зато вы видите, с линейника перенесли огонь на линкор. Линкор, я думаю, точно не уйдет, поэтому тут все понятно. Вот, а линейник еще можно попытаться спасти, еще можно попытаться, да, что-то им добиться. Что-то по кому-то. Так, сквозное пробитие линейник. Ну, благо, ход 35 узлов это много. У нас есть хороший шанс сейчас отойти. Так, вот у нас там опять пробитие по крейсерам пошли. 52%. Угол еще, видите, как бы, да, что Геркулес, Нельсон, то есть, он Геркулес еще борт немножко ставит, а вот Нельсон-то особо уже нет. То есть тут тоже такое себе. А, ну, подставляем пока корму. Немножко огнивая мощь нашего линейного крейсера сейчас упала, да, за счет того, что, опять же, соответственно, работаем только частью орудий. Ну, зато по нам пошлили кашет, и мы пока живем. Так, и тяжелые крейсеры, опять же, неплохо обрабатывают пламя, 50% уже структура. Может, честно, фугасы переключить, я думаю, попробовать. Потому что, опять же, пламя там, ну, и частично пробить это ни о чем, а фугасы, может, все-таки, будут побольше давать там как-то. Так, линейника точность 5%. 29 Кмадрик Геркулеса, 24 Дворда Нельсона. Мы потихонечку отходим, хорошо. 40 минут уже идет бой. Так, внутри пожара сейчас сделаю залп фугасов у нас. Давайте попробуем еще поработать фугасами залпы каток 3. Так, что у нас с линкором? Ну, с линкором у нас плохо, затопления пошли. Благо, трое дно немножко спасает. Сейчас снова поверну ромбиком. Просто 39,9, видите, сейчас линкоры пока что фокусятся на линкор, сейчас начинают проходить, и они снова зафокусили линейный крейсер. Ну, мы сами видели, да, у нас какая-то плохая идея. Давайте-ка чуть-чуть сейчас права на борт, может быть, введу побольше столов ГК. Пламя 49. Да нет, как-то... О, есть, смотрите-ка, попал, попал наш линейник еще в Геркулес. Выдва рули, выбил крамовую оконечность. Затопление. Опять же, таких затоплений Геркулес не утонет. У него, опять же, там двойное дно как бы есть, но, 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 дэмошность стабилица снова, да, плюс убитые рули. То есть, хороший результат пока что показывает. Так, ну, тяжело надо обратно на бронебойке, потому что фугасы не работают. Ну, как-то вообще не работают. Ну, и пожары делают, да, но тут явно их недостаточно, чтобы у нас пламя наше сгорело. Вот, да, видите, а бронебойки хотя бы нормально прожидают модули, нормально там орудия клинит, что еще делают. Структура получше стачивать, чем пожары, вот даже сейчас. Конечно, у нас крейсеры и сами стали получать. Ну, тут пока такое. Ох, там линкор вообще неладно что-то. Линкор, живи. Просто живи, потому что пока живет линкор, у нас бой идет. Сейчас линкор, если потопят, то как бы все. Вот это, вот, вот примерно про это я и говорю, у нас минус кормовая башня. Так, еще залп, ну, только с одной башни. Давайте-ка пока сейчас тоже на другой курс переложим, тяжелый наш крейсер, линейный крейсер. Так, давайте посмотрим, что там у эсминца. Где у нас там пилинги на цель, всякие там и прочие взлепуха. Так, ну, налево показывает на эсминец противника, а спереди у нас будет что-нибудь, нет? Ну, к конвой так-то идем. Да, есть, есть, была метка радара по курсу прям. То есть идет он хорошо, но пока далековато. За 40 минут он уже успел немножко отойти. Ну, а эсминец все-таки, да, корабль не самый приспособленный для поиска противника. Так, пламя 43% уже. Слушайте, давайте, конечно, сейчас тяжелый тоже через... Увеличу ход через левое плечо мы потихоньку переложим, потому что сейчас здесь бой явно уходит в ту сторону. Я не вижу смысла тяжело их вести отдельно. Потому что сейчас, если на них переключится линкор, опять же, не схлопнутся за один залп. На переключиться не могут даже очень как. Так, линкор наш, ну так, спасибо, что живой, да? Линейник у нас точно из 4%. Ну, мы в маневре, поэтому логично. Так, Геркулес у нас, ну, 61% неосточно все. Опять же, будьте бота какие-то, да, штрафы за его структуру. Вот, безусловно, штрафов мы бы сейчас набрал бы очень много. А игрок набрал бы много баллов. Но, к сожалению, к сожалению для игрока, да, мы учитываем только потопленные корабли, поэтому Геркулеса надо добивать. Добивать пока жив линкор. Жив он будет, не знаю, сколько еще. Но пока лупят по нему. Так, крейсеры у нас пошли на разворот. Давайте. Не, надо их отворачивать, потому что сейчас давить. Они слишком близко к линкорам противника. Сейчас они переключатся в 16-дюймовке, и там два залпа, и все будет кончено с этими крейсерами. Не знаю, как вы, я бы такой судьбы ему не желал, поэтому... Так, вот. Встали мы опять бортом. Давайте сейчас до где-то 28 скину ход. Жалко, дымов у них нет, конечно. Сейчас бы им сильно помогло. Ну, сейчас, кстати, опять же, пламя поставляет борт. Я специально не переключаю огонь, потому что, ну, нету смысла, да, добьем... Добьем пламя сначала. Так, и смотрите-ка, наш сменец нашел конвой. Это сейчас отлично, это дает шанс, опять же, на переключение огня. Так, если можешь, огонь сразу же по транспортам. Все, прекрасно. Ну, то есть, конвой мы хотя бы уже нашли. Уже этот бой будет не зря. Ну, линкор, у нас потерял еще один отсек, да, еще затопление. Давайте чуть-чуть его право наоборот сейчас. Ох ты, отлично, отлично, отлично. Еще пламя затопления получает у нас. Слушай, мне кажется, крейсер мы точно добьем. Насчет Нельсона не знаю. Насчет Геркулеса, точнее. А-а-а, не добьем. Смотрите-ка, я пропустил. Когда-то по нам было попадание. У нас был флэшфайр, у нас улетела башня С. И, соответственно, у нас улетел весь был комплекс линейного крейсера, к сожалению. Дальше посмотрим, может, по логу найдут попадание здесь. Чрезмерная, чрезмерная, чрезмерная. Так, по логу самого корабля, скорее всего, смотреть уже. Журнал. Давайте вот здесь посмотрим. Тайниже здесь про... Ну-то, основное оружие уничтожено, я вижу, да, попадание. А, вот, 4303, получается, какая-то, восьмая запись сверху. У нас флэшфайр. Куда попало? 16 дюймов попало в башню ГК, пробитие. Сразу же погибло 22 члена экипажа, 3 пожара. Затонировали у нас заряды, судя по всему, сгорелись, точнее, да, потом затонировали боекомплект. Обидно, обидно, потому что этот корабль, наверное, сейчас единственный, который может сделать что-то весомое в этом бою. Но теперь без боекомплекта он бесполезен, им нужно отходить. У него уже затапливается корма, у него уже упал ход. Вот, ну, в принципе, на 33 узлах он еще может отбежать, да. И даже ему это нужно делать. Давайте как-нибудь вот так ему сейчас курс ставим. Давайте он разлучит немножко вот так. Почему? Чтобы он шел бы кормой к тем, и его сможет пробивать только Нельсон, но это он будет далековато. Так, ну, Линкор, соответственно, тоже, я не знаю, он тоже попытается меня отойти, но тут 16 узлов. Я боюсь, что здесь только по крейсерам куда-нибудь поскалять, но по крейсерам у нас точности не будет ни черта, поэтому... Ну, ему курс, я даже не вижу смысла менять, пускай идет, как идет. Сейчас у нас, получается, осталось два эффективных действующих лица, это тяжелые крейсера. Надо добивать пламя. Как ни крути, это тоже очки. И пламя у нас сейчас самое поколичное корабль, потому что добить себя тяжелыми крейсерами Геркулеса он вряд ли. А пожарами мы будем сжигать его долго, скорее всего. Может и сожжем, но это будет долго. На огонь, то, видите, уже по нам пошли 8 дюймовочки. А пламя лучше очень хорошо стоит бортом. Уж надо нам его вбивать, мне кажется. Такие пробития и по структуре, и по всему идут. Даже разкину ходить, я не знаю, до 20 пока что. Чтобы слишком сильно не убегать вперед, чтобы не делать большой угол стрельбы. Потому что вот каждое попадание у нас еще... Вот крейсеря сейчас молодцы, вот это их дистанция, 16 км, а тут они прям крошат. Да, затопление, 1700 урона, слушайте. 27, 27 процентов у меня плавучести, 53... А, 27 структуры, точнее, прошу прощения. Так, у нас в Косугу пошло. Пауза, что это, что, что, что? Ага, 330, это линейники пошли. Нет, самый полный, самый полный. Вот тоже, да, Косуга пошла получать у нас. Так, 27. Ну, делить строй, я думаю, здесь смысла мало на самом деле будет. Так, утопили он первый транспорт, кстати, эсминцем, отлично. Так, еще затопление у нас в пламя, еще затопление. Ну, может, добьем, не знаю, может, по затоплениям хотя бы. Видите, у него уже отстали сыпется. То есть у него уже, что ни попадание, то затопление. Ну, он весь красный, он просто весь красный. Так, еще минус транспорт, отлично. Посмотрите, если на эсминец, что там с эсминцем у нас происходит тоже. Ну, да, эсминец нашел конвой и топит транспорта. То есть это он топит не эсминца там, да, противника, а не что-то еще. Это он топит транспорта. Ну, он делал свою задачу, как бы, вполне справедливо. Так, эсминцем у нас что, по вооружению нет? Таких интерпедных аппаратов-то на них нет. Ну, какие-то есть маленькие пушечки, но ничего серьезного. Вообще, кстати, тоже глянуть сейчас на противника. Почему? Потому что, если есть вариант, можно бы добить порожденного Геркулеса потом эсминцем. Хотя, так сказать, сольем эсминец. Ну, эти сейчас с ним линейники. В чем сложность-то. И причем, да, на конвой они сейчас не отвлеклись. То есть они не помогают конвою, они бьют по линкорам. Да. И, что самое интересное, тоже, да, были попадания в палубы Геркулеса. То есть башни две насовые повреждены, но целые. Остальные башни целые. Вот помню других игроков, у них было очень много попаданий в башни, но палубы пробивали хуже. А здесь прямо затопление и все. Ну, вот, если бы у линейного крейсера сейчас не обахнул бы и комплект, то, может быть, конечно, Геркулесом мы бы не досчитались. Но то, что есть, то есть, опять же. Так, эсминкор, у нас, к сожалению, тонет. Ему хана, это факт. Он, конечно, еще отбивается, но... Я боюсь, что мы делаем последние залпы. Пробитие тоже. Ну, у него уже была палуба, опять же, вся красная. То есть, здесь любой снаряд проходит, да, как говорится, в самые потроха корабля. Так, что у нас с пламенем? Пламя, ты думаешь, там, гореть-то нет? Нет, настройка, структура 21. То есть, ну, вот, опять же, да, надо добивать, но... Как-то, ВОКО хочет, мазут не имет, да, так это то же самое у нас. Отличное падание. Затопление, структуру ломаем, но живучие, очень живучие, тяжелые крейсеры у британцев. 17 процентов. Посмотрим. Должны успеть, конечно, добить. Сейчас, в принципе, пока что по нам только с линейненького долбить по-тяжелому. Это, может быть, переживем. 17 процентов. 15. Затопление в носу, затопление машинное. Слушайте, я думаю, что он сейчас потонет таки. Даже мы поплавучиться до коня, до коня, между чем по структуре. Слушайте, пошла, да, пошла на носовая, конечно, затапливается там все красное. Ну, пламя прям молодец. Прямо пламя просто сражалось до конца, знаете, вот. Крейсер-огонек, да. Сделаю тут все скриншотик. Сейчас, мне кажется, просто перевернуться должен уже на правый борт. Так уж заваливается в какую-то сторону. Ну, дает, да, дает еще зал, хотя он тонет. Да, тяжелым крейсеру хана, это факт. Мы его доконали. Можно же приносить, кстати, огонь других крейсеров, наверное, на следующий, на эргонавта, потому что тут как бы все понятно. Да, пламя все. Ну, что ж, тяжелый крейсер мы взяли. Так, торпеды, 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 торпеды. Так, надеюсь, вроде мимо проходит. Вот те гидроакустика, да. Так, давайте чуть-чуть сейчас крейсерам левее подвернем. Нам бы, конечно, Косугу перестроить бы в головной. Тогда они, блин, пока ствариваться будут, пока это все долго, наверное, не будем так делать. Так, что у нас, линкор еще живет, смотрите, офигеть. Ну, как бы плавучесть тоже сейчас видим его последние секунды. Это уже конец этого, да, такого у нас лайт-версии Ямато. Тоже тут нельзя не сделать скриншот. Очень красиво корабль уходит. Уже, как бы, да, у него пошло по верхнюю палубу затопление. Там уже через всякие отверстия, да, пошло там заливаться вода. Уже шлюпки он в воде там, но он все еще пытается. Причем пережил тоже флешфайр, да, он разбитый барбет. Здесь в палубе тоже очень красиво смотрится. Как бы такой прям скриншот-скриншот. Нам прям сделать его, да, сейчас вот так бахну. Эх, ну, что ж, он молодец. Он час, он час держал из кадра противника. Реально час. Так, давайте-ка паузу, что у нас тут делать с линейным крейсером? Ну, линейный крейсер пытается уйти. Тридцать три узла, в принципе, шансы хорош. А, двадцать пять, какие-то тридцать двадцать пять у него, блин. Двадцать пять мало, потому что донулись на тридцать километров. Все, они сейчас будут бить по нему. Давайте-ка сейчас вот так немножко лево-наборот, мы отвернем. Сейчас либо вот если переключится на тяжелый, будет совсем плохо еще и тяжелым. Кстати, еще одна торпеда, вроде тоже уклоняемся. Так, точность на тридцать процентов по аргонавту. Честно сказать, не особо верю в то, что мы что-то с аргонавтом сможем сделать сейчас с такой дистанции и с таких углов. Но попытаемся. Мэри Роуз потопили. Сейчас Карако вспоминается Мэри Роуз, да? Так, да, у нас пошло по линейнику. Видите, там сразу лететь всего много. Всего и много. Ну ладно. Так, пытаемся пока мы уйти, прийти. Объем мы в тяжелую кресть. Ну здесь опять же, да, нацевая проекция. То есть, ну, рикошеты. Нет, здесь нужны фугасы. Бронебойка здесь мы только собьем на стройку и все. А ну фугасами может хоть что-то сделаем. Так, и что-то у нас ярость эсминца. Давайте посмотрим тоже. Конечно, он там уже натуран, наверное, всех берет, нет? Ну, слушайте, эсминец, да, с кучей орудий. Здесь просто прошел конвой насквозь. Да, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ну, и десять, наверное, там, да, уже утонул. Сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, десятый вот тут у нас. То есть, ну, конвой у нас утоплен. Конвой потоплен. Опять же, да, значков транспорта, транспортов у нас нет свободных. То есть, конвой потоплен полностью. Честно, я не знаю, есть ли смысл возвращать эсминец, потому что, ну, торпеды-то мы, может, конечно, пустим, да, но дальность 15 км на 15 км мы здесь не подойдем. Если подойдем, это будет у нас такой эсминец-суицид, да, потому что, ну, фронт с этой атаки точно не выйдет. Торпед у нас всего четыре. То есть, опять же, мне кажется, не очень разумно туда лезть сейчас. Я думаю, что пускай, пускай это японский эсминец просто уже уходит из боя, потому что ну, реально ничего полезного он не сделает. Можно, конечно, опять же, поискать эсминец противника, но для этого нужно сейчас вернуться, да, примерно, там, 50 километров назад. То есть, эсминец, вот, судя по данным радара, видите, они где-то здесь. То есть, они возле кораблей противника. То есть, мы-то просто не подойдем. Нас несут кучу восьмидюймовок. Поэтому, пускай потихонечку уходит, я думаю, что это самый лучший для него исход. Да, эсминец свою задачу сделал и выполнил. Ну, линейный крейсер, как же, пытается у нас уйти, уползти, но тут сложно этому парню, скажем так. Так, бронебойки, бронебойки, срочно бронебойки тяжелым крейсерам. Он борт ставит, он борт подставляет, смотрите. Блин, успеть бы залпа два сделать. Вот, чуть пораньше, когда я на эсминец досмотрелся. Пораньше с бронебойками, да, гад кормой уже стал повернуть. Ладно. Ууууу! Это было больно. Так, давайте-ка сразу немножко меняем курс справа на борт и самый полный. Так, ведь еще у нас пошло перестраивать. Ладно, хрен с ним. Перекладываюсь просто на правый борт. Аргонавты немножко мы вроде бы с вами отводили, да, уже. Да, все. Мамото-Иры потеряли. Ну, к сожалению, потеряли. Здесь его макрели 600-дюймовка тоже, потому что без вариантов было. Сколько у него попало? 50-ки снаряды, из них 8-16-дюймовых. Ну, кучу 5-дюймовых он съел. Так, Косуга у нас пока срегонавтом перестеливается. Там, окей, пускай. Косуга, да, долго шла концевым у нас с замыкающим крейсером. Терпела впадание. В итоге пережила своего флагмана. Так, ну, линейник у нас тоже залит. Слушайте, я бою... Да, линейник, все. Ну, Косуга, я не знаю, уйдет, не уйдет. 30 узлов. Да, к сожалению, линейный крейсер тоже. Оставшись в одиночестве, да, без своего большого брата, там, без своего линкора, как бы, ну, тут понятно. Понятно, что... Ну, Косуга тоже сейчас. Опять же, как мы уже видели, да, не раз в этом сезоне, там, делает там всякие кардонаты влево, кардонаты вправо. Там, ну, это, конечно, пристелку бота сбивает, но под таким душем 16-дюймовок, это, в принципе, на уровне погрешности, там, почти не имеет значения. Да. Все. Косуга тоже все. Косуга у нас... Попаданий выдержало много, но здесь очень много мелкошек, 8-дюймовок, там, были кашетов. То есть, опять же, да, 8-16-дюймовок это вот ее реальный запас прочности. Как, в принципе, и у Мамоти Ира получилось тоже, да, мне, по-моему, 8. Да, тоже 8-16-дюймовок. Линейник у нас получил 77 тяжелых снарядов, но это реально много. Тут, безусловно. Он, опять же, я считаю, 16-дюймов. То есть, да, линкор у нас, в принципе, получал только крупные калибры, да, то есть, либо 16, либо 13-дюймов, и получил прям очень достойных количеств. Реальный линкор получился очень живучим. Вот здесь все-таки я согласен с Филиппом, да, окей. То, что я там долго ворчал в самом начале на палубу 80 мм, конечно, ну, палуба, в принципе, достаточная, без вопросов. Ну, как достаточная? То есть, опять же, да, их пробивали все через палубу. То есть, особенно ли я не кресива, то есть, он был поближе, он там выхватил как надо. И линкор, тоже, видите, у него все верхние, все это выбито. Поэтому здесь все-таки я мнение свое не изменил, то есть, ему палуба хотя бы в 150. То есть, вот это продлило бы его жизнь еще больше, на мой взгляд. Ну, а тут как бы такое, да. Ну, крейсера, в принципе, опять же, да, были не сильно живучие у нас и в поясах палуба, как говорил, то есть, у них защита была на уровне легкого крейсера. Они отлично работали, они утопили тяжелый крейсер противнику, но... Ну, все. Так, ну, эсминец у нас ушел. Что мы имеем? То есть, у нас эскадра потеряна полностью, кроме эсминца. Эсминец повреждения не получил, ну, в бой, опять же, возвращать его не собираюсь, поэтому отход, я думаю, что Филиппом можно засчитать полностью. Эскадра получилась хорошая. На мой взгляд, эскадра получилась, повторюсь, примерно такая же, как у 13-го игрока. То есть, по концепции, опять же, да, дальнобойное орудие, опять же, очень слабая броня. Это касается и пояса, и, что самое главное, палубы. То есть, это минус. Опять же, да, то есть, мы попадали по линкору, все хорошо, но добить его не смогли. Возможно, здесь вот так вот оценивая бой свой, с точки зрения тактики, в принципе, вот, дистанцию я выдержал неплохо, да, то есть, у меня ближе 30-ти линкор не подходил, да, и по нему стреляли только крупные калибры. Линейный крейсер, конечно, был ближе, но здесь был расчет на то, что, да, пока бьют по линкору, каба линейный успеет накидать. В принципе, так оно и вышло. Опять же, то есть, не будь у нас сейчас этого флэшфайра, да, возможно, опять же, будь у нас 100-ряда, то то же самое Геркулес мы бы и доконали с вами, потому что, как вы видели, опять же, у него-то, конечно, все были разрушены. Все разрушены, то есть, шансы на затопление он имел хорошие, как и на флэшфайра в том числе. Но, к сожалению, да, вот эта детонация лишила у нас всех снарядов, и поэтому в следующие, там, минут 15, да, до своей гибели, там, этот крейсер был просто, ну, уже как говорится, пытался спасти свою шкуру, как мог. Вот и все. Здесь, кстати, тоже мне вот интересно по поводу еще брони башен. Орудие у нас 588, 284, 115, то есть, ну, 284, в принципе, сверху. Неплохо так-то. Ну, такое, там, что есть, то есть. Тем не менее, да, опять же, палубу пробита, детонация Б-комплекта, то есть, вряд, ну, как бы там было выпадание по башне, конечно, но я думаю, да, что он что-то в палубу пробит. То есть, это она так игра у нас посчитала. Вот, ну, да, да, то есть, крейсерастные пера, крейсерастерильщики-то хорошо, но вот им бы, опять же, потолще броню на дальней дистанции, на мой взгляд. Вот. Ну что, давайте посчитаем, раз сейчас уже вместе с вами очки и Филиппа, да, чтобы вы тоже видели весь этот процесс. И вот мы видим знакомый всем участникам, и думаю, что многим зрителям нашу табличку, табличку результатов в Google Табсах. Вообще, вот, пожалел, что стал делать в Google, и почему? Потому что ее очень удобно масштабировать. То есть, для видео делать скриншоты, ну, крайне неудобно. Вот, в Excel было бы лучше. Может быть, на будущее буду вести ее там и там, не знаю, подумаю. Вот. Что у нас здесь есть? Опять же, давайте сейчас в двух словах расскажу, как это было, то есть, у всех участников. Вот, в каждой серии мы с ними сидели, да, я при ней все это дело заполнял. Вот. Ну, видео это не входило, видео было уже конечный результат. Ну, так как это считается, да, опять же расскажу, то есть, для тех, кто, может быть, не в курсе. У нас есть состав из каврии игрока, есть стоимость его кораблей в долларах, и есть стоимость кораблей в очках. Ну, стоимость кораблей в очках, то есть, да, это здесь все у нас прямая зависимость, да, то есть, мы берем стоимость кораблей, делим на миллион, и получаем как раз нужное количество очков. Далее мы считаем, сколько у нас осталось в процентах по участии плюс прочности. То есть, берем просто из игры, там, да, там, 100% по участии, допустим, да, там, и там 80% структура, да, 100% 80%. Соответственно, целый корабль это 200, да, корабль, который утонул, это 0. Дальше мы считаем процент повреждения корабля общий, то есть, да, сколько у нас процентов корабля в сумме повреждено. Вот, и от этого считаем, опять же, оставшиеся очки за этот корабль, за вычетное повреждение уже. Как это будет всего у Филиппа? Давайте посмотрим, опять же. Вот у нас есть стоимость его кораблей, да, и их количество. Соответственно, как я говорил, у нас 2,9 миллиарда примерно, вот это точная стоимость, вот стоимость каждого корабля в отдельности. Давайте растягиваем формулу вниз и на него. То есть, каждый корабль стоит вот столько очков. Соответственно, что у нас осталось? Здесь у нас будет 0, здесь 0, здесь 0 и здесь 0. То есть, да, все 4 корабля у нас утонули. Вот, но эсминец у нас не получил никаких повреждений, поэтому ставим ему 200. И опять же смотрим процент корабля. То есть, у нас получается 4 корабля уничтожены на 100%, а один корабль полностью целый. И, соответственно, смотрим очки по этому вопросу. То есть, за вот эти вот корабли мы теряем столько очков. То есть, эсминец мы ничего не теряем, как бы, да, за вот каждый корабль мы теряем его стоимость. Что мы утопили? Давайте пишем здесь сразу же 1 СА, да, один тяжелый крейсер и, соответственно, 10 транспортов. В данном случае здесь никакой формулы нет, да, это просто запись. Сколько мы получаем очков, опять же? Давайте смотрим. То есть, мы получаем 3000 очков за уничтоженный конвой плюс тяжелый крейсер. То есть, вот у меня стоимость моего пламени, это 209 очков. То есть, ставлю плюс 209. Все. Далее. Весь бой у нас занял 1 час, ну, примерно 10 минут, да, насколько я помню. Вообще, интересно, как бы, да, что эта механика у нас не сработала по времени. То есть, очки за время я всем ставлю 0. То есть, зачем эта механика была нужна? Очки за оставшееся время. Я просто думал, что, возможно, будет несколько игроков, не знаю, сколько там, 2, 3, 5, 10, да, которые смогут мою эскадру уничтожить полностью. Соответственно, да, кто-то из них должен же быть победителем, правильно? Ну, вдруг там будет какие-то спорные ситуации, там плюс-минус там по очкам равная. Вот. То есть, был бы еще учет времени. То есть, да, тот, кто справился раньше, тот получит очков тоже больше. Это было бы справедливо. Я так считаю. Вот. Ну, в данном случае эта механика не сработала вообще никак, да, ни разу мы на нее не посмотрели, ни разу время я там не считал, вот, не переводил его в очки. Ну, не сработало, не сработало. Опять же, да, лучше, чтобы запасная механика была, чем если бы ее не было. Отход у Филиппа засчитан. Да, абсолютно. Вот. Сколько очков у него есть? Давайте считаем. То есть, начиная мы с его плюсов, да, то есть, берем вот эту вот ячейку и из нее вычитаем, сколько кораблей у него погибло, да, либо сколько из них получило повреждения. То есть, из того мы получаем 393 очка. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, результат хороший. Результат вполне заслуженный. То есть, да, результат мог бы быть лучше, если бы не детонировал бы комплект у линейного крейсера. То есть, возможно, один линкор противника мы бы добили, и вот к этому результату мы бы добавили еще стоимость Геркулеса. Это 809 очков. То есть, в сумме у нас было бы там 1200, ну, 1200-1300 очков. Могло бы быть такое. Запросто могло бы быть. И вот. Без проблем, как говорится, да, без всяких проблем. То есть, это было вполне доступно нам. Доступно нам. Но, к сожалению, опять же, большие потери. Потому что линкор, да, линкор в себя проглатывал просто все, что мог. Вот. Он долго держался. Но держался как? Он держался уже как груша для битья, по большому счету. Потому что крымовая башня уничтожена. Потому что дикие крены. То есть, да, там о какой-то точной стрельбе с него уже речь не шла. Вот. Но, опять же, как роль корабля приманки он сыграл. Мог бы он сыграть лучше? Я думаю, да. Опять же, то есть, на мой взгляд, все-таки палуба танковата. Ну, отлично, на мой взгляд. Вот. Может быть, конечно, где-то в каких-то местах я его, там, да, ближе подвел, чем нужно. Либо что-то еще. Хотя, в целом, как вы видели, то есть, мы держались весь бой не ближе, чем 30 километров на нем. Да. И под конец боя даже вот был момент, когда противник переключился у нас на линейный крейсер. Когда дистанция стала почти что 40 километров до этого линкора. То есть, вот, я его обратно немножко подвернул бортом. Вот. То есть, в принципе, бой от дистанции я старался выдержать. Вот. Но здесь, опять же, повторюсь, то есть, либо толще палубы, либо длинобойные орудия. Линейный крейсер также молодец. Он почти утопил Геркулеса. То есть, да, он уничтожил практически носовые конечности ему все. Вот. С затоплениями уже в том числе. Но немножко не хватило пороху, да. Немножко не хватило снарядов, опять же. То есть, если бы последние 10-15 минут боя он бы вел огонь, а дистанция там была небольшая, то, конечно, он бы достиг бы большего. И, возможно, повторюсь, линкорба мы затопили. То есть, тут как бы такое. Ну, тяжелые крейсеры, опять же, они сделали все, что могли. Да, то есть, они забороли вдвоем один мой крейсер. Вот. Я думаю, что они вполне имели шанс хороший утопить и второй крейсер. Другое дело, что как раз к этому времени у нас линкор пошел на дно. А крейсера были, ну, если не ошибаюсь, там где-то 22 километра, по-моему, от линкоров. То есть, довольно близко. Ну, и, безусловно, их снарядами засыпали. То есть, а под огнем, опять же, слишком тонкая броня, они не выдержали. То есть, ну, здесь, опять же, 16-дюймовый душ. Я думаю, что тут ни один тяжелый крейсер, ни одного игрока, скорее всего, долго не выдержал бы. И поэтому тут такое, как бы, да, сложных в этом обвиняется. С другой стороны, как бы, опять же, да, держал бы их дальше, они бы не смогли бы точно стрелять. То есть, они бы толком никуда не попадали. То есть, вот здесь вот, либо так, либо сяк, да, как говорится. Ну, возможно, ими, я истинул, конечно, избыточно. Опять же, хотя бы один из них, возможно, можно было бы спасти. Вот, то есть, было бы еще там плюс 300 каких-то очков. То есть, могло бы быть такое. Опять же, да, могло бы быть, конечно, уже, безусловно. Вот. Ну, и эсминец. Эсминец сделал то, для чего он был предназначен. Да, топить конвой. Он конвой утопил. То есть, ну, вводить его в торпедную атаку, опять же, да, как это было написано в случае чего у Филиппа в тактике, ну, это, конечно же, был бы суицид для него. Потому что, опять же, эсминец явно не про торпеды. То есть, это не его задача. Там всего четыре торпедных аппарата и всего один эсминец. То есть, ну, он бы подошел, может быть, на пуск торпед. Может быть. И то не факт. Но он бы не ушел и торпедами, скорее всего, не попал. Потому что, опять же, четыре торпеды, даже если там, допустим, одна из них попадает в линкор, ну, может быть, даже две. Это вряд ли будет достаточно для того, чтобы пустить его на дно. Плюс надо еще подойти. Плюс, да, еще эсминцы противника, так и бы тоже не были выведены из строя. Опять же, можно сразиться с кем-то эсминцем, безусловно. Но под конец боя я как раз показывал, да, что эсминцы держатся под бортом у линкоров. Вот, а подходить ближе опасно. Хотя один на один, да, вот этот эсминц, эсминцу боту-то как бы надавал горячих, там, сколько там, не помню, там, 3-5 попаданий он сделал. То есть, и урон нанес ощутимый, но, как бы, тут либо за конвоем, да, либо за эсминцем был вариант. Вот, но, тем не менее, результат положительный. То есть, опять же, да, я считаю, что корабли Филиппа отработали довольно достойно. Вот, в плане тактики я считаю, что тоже, ну, получилось неплохо, но с линейником, как бы, да, то, что подрил боекомплект. Ну, может быть, тяжело, все-таки близковато подзавел, не знаю, может быть, так. Вот, ну, здесь, в принципе, опять же, получилась такая тактика, да, вот, игроков. Вот, чем мы с вами начинали, да, тем мы сейчас и закончили. Начинали мы с вами как раз вот линкорами, как раз можно вспомнить кранки, да, линкорами покемона, то есть, да, когда вот у нас есть какой-нибудь там один либо два кораблей, скажем так, про броню, такие, ну, назову их грубо терпилами, да, которые терпят весь урон, остальные корабли должны, по идее, подходить ближе и накидывать. То есть, ну, у всех получилось по-разному, да. То есть, вот, кранки смог утопить линейный крейсер, даже мне сжечь. И, кстати, кранки, вот, что самое интересное, вот, он единственный игрок, кто смог утопить мне корабль линии. То есть, не тяжелый крейсер, да, вот, допустим, он Дизма даже два их смог утопить. Вот, а вот именно линейный, линейный крейсер линкору топил только один игрок, и это как раз был Тодор Кранки. Он набрал 1041 очко. Ну, давайте теперь уже как раз перейдем, наверное, с вами к общим результатам, к победителям. Да будем заканчивать этот сезон уже, пожалуй, потому что сезон довольно тяжело мне тоже, что я ожидался в плане времени, вот, в плане нервов, в плане сил. Но при этом, да, как это было тяжело, настолько же это было интересно. Поэтому здесь я точно ни о чем не жалею. А финальные результаты у нас вот такие. Сейчас у него у вас на экране как раз в виде графика. Как вы можете наблюдать, победителем шестого сезона битвы проектов у нас является Ян Соболев, с чем я его поздравляю. Поздравляю его, его французскую эскадру, 2082 очка. Можно сказать, такой абсолютный результат, потому что все остальные игроки набрали меньше. При этом, опять же, бой Яна вы могли видеть, да, то есть, опять же, игрок там сражался. Что самое интересное, да, давайте сейчас вот на секундочку перемотаю вверх тоже. Ян у нас не утопил ни одного боевого корабля, то есть, он утопил только 10 транспортов, но при этом он и потерял только два легких крейсера, хотя, как видно, да, вот по проценту целостности его кораблей, то есть, избиты они были довольно сильно. Вот, опять же, кто смотрел этот бой, бой получился долгий, и его корабли еще могли продолжать этот бой, то есть, они еще имели шанс утопить, не, ну, как минимум, один линкорд точно. Плюс, я думаю, что добить крейсера тоже без проблем. Вот, здесь, в данном случае, опять же, я сейчас не буду показывать кораблей Яна, потому что, кому интересно, опять же, мы обсуждали их в этой серии, серия у нас была 12, опять же, у нас здесь, как раз, игроки все под номером серии идут. Вот, и, на мой взгляд, у него самая продуманная и самая сбалансированная эскадра из всех. То есть, человек прекрасно понимал, зачем он ее делал, как он ее делал, и как она должна работать. И она именно так и сработала. Опять же, да, можно сказать, что у него, безусловно, было три линейных корабля с хорошей длиннобойностью и точностью орудий, то есть, и в данном случае они как раз смогли перестреливать мои корабли. То есть, ну, при этом, у его кораблей была тоже очень хорошая защита палубы, в первую очередь. То есть, здесь Ян полностью... Мне кажется, его победа, его первое место полностью заслужена и полностью оправдана. То есть, опять же, Ян, поздравляю тебя, вот, мы с тобой спишемся тоже еще. Вот, что у нас дальше? Дальше второе место у нас Калининградский Адмирал, 1297 очков. И, соответственно, Гизма, 1268 очков. То есть, два игрока, ну, практически рядом, да, там, назря в назрю себе дышат. Вот, это как раз у нас есть второе и третье место. То есть, повторюсь, у нас у Адмирала 1297, Гизма 1268. Да, что интересно, опять же, то есть, оба игрока у нас за Россию была. Опять же, разные подходы к эскадрам. То есть, обе эскадры тоже на 2,9 миллиарда у нас. Но у Адмирала было, допустим, линкор 3-линейных крейсера. У Гизма здесь было 4-линейных крейсера, 2 тяжелых, 2 эсминца. То есть, обе эти эскадры, опять же, были хоть и разные по задумке, но при этом они вполне смогли тоже показать и доказать свою эффективность. То есть, да, и они вполне себе тоже достойно провели бой. Причем, что оба игрока смогли утопить вот Адмирала тяжелый крейсер, да, Гизма 2 тяжелых крейсера. То есть, тоже здесь у них разница только, опять же, в потерях, разница в количестве кораблей. Вот, что я еще хотел бы, опять же, сказать. Давайте я сейчас не буду обсуждать каждую эскадру каждого игрока, потому что это затянется еще на одну серию, да. Вы меня знаете, про корабли я могу говорить очень долго, да. Корабли я люблю, я люблю железо, люблю вот эту вот инженерную мысль, все. Вот, поэтому про каждого говорить я не буду. Что бы я хотел еще отметить? Вот, я бы хотел бы отметить у нас вот Дмитро, он же Покемон. Вот, почему? Потому что он вызвался играть первым. Вот, сам у нас Дмитро живет в Украине, да. То есть, соответственно, по понятным причинам, да, рассчитывать, опять же, на какой-то приз в случае победы, да. В данном случае настольный игрок, безусловно, он не мог, потому что я бы просто не смог ему его отправить, опять же, да, по понятным всем причинам, к сожалению, вот. Вот, но тем не менее он вызвался играть первым, и, да, хоть ему было тяжело, тем более, что у нас участник, опять же, он впервые воевал, вот. Но эскадра у него была хорошая, хоть и стоила 2,6 миллиарда, то есть у него еще было 400 миллионов куда потратить, но при этом эскадра была хорошая, вот. И очков у него могло быть гораздо больше. То есть у него сумма очков, вот, 461, он уничтожил конвой, уничтожил эсминец, он единственный игрок, кто не смог выйти из боя. А почему он не смог выйти из боя? Потому что у него один из крейсеров был поврежден и тащил за собой хвост из моих тяжелых крейсеров, которые уничтожить он не мог, а оторваться тоже не мог. То есть по-хорошему, по-хорошему, ему нужно было развернуть свой корабль, да, скажем так, суициднуться от моих кораблей, и, потеряв вот там вот 194 очка, но при этом за отход он бы тысячу не потерял. То есть у него было бы сейчас 1461 очко, вот, и это было бы, это были бы заслуженные баллы, вот. Ну, здесь, опять же, просто такие были правила, да, такая была механика. Вот, а Дмитро, как я понимаю, то есть, опять же, да, понимая, как бы, да, что победит, не победит, но, тем не менее, как говорится, с призом будет все сложно в любом случае. То есть он решил, ну, на мой взгляд, поступить, как говорится, да, может быть, человечно, и просто не стал бросать свой крейсер, там, да, на произвол сузбы, то есть он пытался отойти не до последнего. То есть здесь, может быть, конечно, этот нюанс правил, как бы, не он, не я сразу же, да, не определили, может быть, что-то еще, то есть, но, тем не менее, получилось так. Вот, интересно был бой, интересно был бой, тоже, опять же, первому игроку всегда сложно, то есть, безусловно. Хотя, кстати, вот поэтому тоже хотел бы ставить маленькую ремарочку, то есть, опять же, сейчас давайте посмотрим график. Вот, что первый игрок, да, то есть, у нас, как раз, покемон 461 балл, прошу прощения, то есть, да, что, допустим, третий, там, да, что, допустим, пятый, там, да, что десятый, то есть, в принципе, вот это даже видно, как бы, да, по графику, то есть, когда была серия, с данным игроком не так важно, то есть, я спрашиваю практически каждого игрока, то есть, все смотрели предыдущие серии, но по понятным причинам, да, кроме покемона, то есть, все остальные смотрели предыдущие серии, предыдущие бои, а бои я вел в дискорде, опять же, то есть, да, вживую, можно было прямо онлайн их посмотреть, опять же, да, напоминаю, что есть такая у нас функция, вот, не только записи на ютубе, вот, Вот, но в целом, как бы, да, то есть, что первый игрок, что десятый, то есть, тут шансы сыграть в ноль, ну, примерно равные в итоге оказались. Опять же, это хорошо, потому что это показывает, что в итоге-то влияет тактика и влияет корабли, влияет эскадра игрока, то есть, да, а не что-либо еще. Также, чтобы я еще хотел отметить, как раз нашего товарища Теодора Кранки, да, опять же, за Австро-Венгрию он играл. У него тоже была недорогая эскадра, 2,5 миллиарда, вот, но он даже такой недорогой эскадрер, в которой было 4 эсминца, смог утопить мне линейный крейсер, утопить эсминец, утопить конвой, все это сделать за полтора часа и заработать 1000 баллов, ну, 1041 балл, да, грубо говоря. То есть, опять же, да, у Кранки, как я же говорил, тоже есть свой канал на Ютубе, вот, где он там больше по арми, как я понимаю, ролики выкладывает, вот, но он тоже заморочился, он сделал как раз вот превьюшку своей эскадры, То есть, да, вот, кто не смотрел, в четвертом бою она есть, она приложена, опять же, вот, и там ссылка на канал тоже Кранки есть, вот, и как раз тоже у Кранки была тактика, то есть, да, что вот у него, этот вот геном Альт, да, через все переводится линкор, то есть, действительно, тоже такой линкор терпила, да, как я уже назвал его сегодня, да, вот, получается, у Филиппа, то есть, вот, у Кранки то же самое, то есть, у него один линкор, как говорится, терпел весь урон, да, линейные крейсеры пытались подойти ближе и уничтожить некрупные корабли. И, в принципе, с одним линейным крейсером не даже получилось его сжечь, они сожгли его просто фугасами напрочь. Вот, эсминцы, к сожалению, торпедами ничего полезного сделать не смогли, вот, но это, в принципе, объединяет всех игроков, да, опять же, кто и, у кого и ночью были бои, в тумане там попадались, вот, но, тем не менее, как бы эсминцы, вот, оказались проваленными у всех. Но вот, Кранки смог как раз уничтожить линейный крейсер, и это единственный игрок, который уничтожил мне корабль линии, повторюсь, то есть, либо линкор, либо линейный крейсер, он единственный. То есть, ну, другое дело, что, опять же, у него, как бы, корабли хоть и недорогая, да, но довольно дорогие линкоры, линейные крейсера, то есть, и он все их потерял, то есть, да, в попытке уничтожить, сразиться, дать бой, как говорится, да, искусственному интеллекту, доказать там, что кожаные мешки что-то еще способны, да, перед железными банками. Вот, поэтому у меня довольно большие получились потери, хотя, фактически, тоже, да, это вот, опять же, несмотря, как бы, да, на вот малую стоимость эскавера, на малое количество в ней, может быть, каких-то линейных кораблей, но, в принципе, это был для меня один из фаворитов этого сезона, вот, ну, тут что получилось, то получилось. Вот, ну, опять же, как я говорил, да, вот, Калининградский адмирал Гизма, у нас, получается, второе-третье место, то есть, две эскаверы из России, то есть, интересно тоже сработали, то есть, опять же, да, и в плане тактики, в плане всего. Вообще, со всеми было интересно, вот, опять же, сейчас я, может быть, так прошу прощения, что там не рассказываю про каждого, да, потому что вот у Николая, там, да, и Алексей, там, вот, и Александр тоже с его вот этими, вот, тоже, скажем так, за неприводными кораблями, да, для заднего боя, скажем так, ну, не для заднего боя, да, ты уж как-то так странно сказал, вот, а для боя на отходе, для боя кормой. То есть, тоже интересная концепция, как бы, ну, тоже тысяча очков, то есть, да, опять же, частично где-то она сработала, да, опять же, лейный крейсер один смог отойти, то есть, ну, опять же, корабли концепта, да, они всегда нуждаются в тестах, они всегда нуждаются в отработке, то есть, тут получился довольно неплохой результат тоже, вот, вообще, кстати, что второе и третье место из России, я удивлен, почему? Почему? Потому что, вот, повторюсь, вот, как в начале серии говорил, я не считаю Россию в этом периоде фаворитом ни по настройкам, ни по корпусам, то есть, те же самые японцы, они, на мой взгляд, гораздо сильнее, там, британцы хорошие, да, там, французы очень интересные, скажем так, да, то есть, прям сильно, там, какие-то дико сильные, я их не назвал бы, но они как минимум интересные, да, вот, на них можно делать корабли сделать, хотя, да, вот, допустим, вот у Яна получилось, как бы, у нашего победителя, то есть, у него, как раз, Франция, то есть, да, вот, тоже, вот, ну, вот, как-то так, для меня немножко необычно распределилось именно баллы, да, именно победители, именно призовые места, вот, хотя приз всего один, да, надо будет тебе как-то думать, как его переправить Яну, ну, что, я думаю, давайте я на этом буду заканчивать сезон, опять же, конечно, я хотел, думал сделать какой-нибудь там музыкальный ролик, что-то еще под это дело, вот, ну, просто пока что нет времени, вот, да и по большому счету есть и смысл, потому что бой с каждым из игроков, обсуждение их кораблей, да, обсуждение тактики, обсуждение того, что случилось в бою уже после боя, то есть, было с каждым, да, серии получились разной продолжительностью, 14 серий, то есть, даже в среднем по часу каждой, это 14 часов времени, то есть, 14 часов, да, интересных боев, обсуждений, то есть, диалогов, мне понравилось, это было очень классно, то есть, это действительно была битва проектов, хотя видно, конечно, что, да, игроки немножко у нас на компаниях, скажем так, пообмякли, да, привыкли, что босс строит плохие корабли, скажем так, и поэтому с ними можно построить кундич, и она сработает, то есть, да, здесь нет, вот, я, как раз, опять же, специально добавил и себя в таблицу тоже, у меня вот, это получилось 1771 балл, как я это считал, я считал это очень просто, то есть, я взял все потопленные корабли противника, то есть, без учета поврежденных, это только потопленные, вычел все корабли, которые смогли потопить мои эскадры, разделил на количество участников, да, на 14, ну, и округлил, соответственно, до целого числа, да, и вот у меня получилось как раз 1771 балл, то есть, фактически, это было бы второе место после Яна, вот, да, вот, опять же, то есть, ну, так бы, я считаю, такой справедливый подсчет, потому что не стал учитывать конвой, да, опять же, у игроков конвоя не было, а тех, кого бот вынес полностью, как бы, ну, можно сказать, что ему бы из-за конвой это засчиталось, то есть, вот, поэтому это я не стал учитывать, то есть, только чисто потопленные боевые корабли у бота, и то, что потопил бот, деленное на количество участников, у меня получилось второе место, да, чуть-чуть ниже, чем у Яна. В принципе, я считаю справедливо, потому что у нас с ними корабли во многом похожи по концепции. Да, тоже дальний бой, неплохая защита как раз с упором на дальность. Поэтому тут плюс-минус так и вышло. Я считаю, что как раз график очень неплохо, наглядно отражает. Опять же, тех, у кого минусовые значения, это не значит, что это какие-то плохие корабли, либо что-то еще. Это значит, что просто где-то, может быть, им не повезло с условиями боя. Вот когда, допустим, как раз 13-й игрок был, ему немножко не повезло, что корабли тоже в дальний бой. Это были самые дальнобоиные орудия в этом сезоне, если не ошибаюсь, что-то под 50 километров могли стрелять. Но получилось так, что бой вышел на закате. То есть их дальность получилась нереализована. А защиты, опять же, немножко не хватило. То есть это, опять же, именно показатель того, что чуть-чуть концепцию где-то надо доработать кораблей. Хотя могло получиться интересно. Вот. Как-то так. Так. Я думаю, что больше, наверное, здесь растекаться мыслей по требованию не буду. Потому что, повторюсь, с каждым из участников их корабли мы обсуждали. Вот. Ну, а теперь мне, пожалуй, знаете, было, наверное, интересно обсудить это с вами в комментариях. Да. То есть какой игрок понравился, либо запомнил с вами больше всего, да, скажем так, вот, приз зрительских симпатий. Вот. И как вам вообще в целом сезон? То есть было ли интересно, понравилось ли, то есть, да, что вообще, вот, как оно вам зашло, не зашло. То есть потому что сейчас выйдет версия 1.4, да, безусловно, там будет еще у нее там куча патчей. Ну, патчи рано или поздно пройдут. И, возможно, я буду делать дальше седьмой сезон. Я пока не знаю еще на каких годах, кораблях, правилах. То есть я не знаю. Я буду думать, опять же, да, то есть я буду сам анализировать, опять же, и ваши комментарии. Вот. И этот сезон еще я к нему тоже вернусь, тоже его буду обдумывать. Вот. Ну, это уже будет дальше. Повторюсь, опять же, возможно, сейчас я по этому сезону сниму еще одну серию с игроками, которые у нас не были, которые, наверное, таблицы, да, то есть которые уже не смогли принять участие, либо поздно отправили мне свои проекты, вот, но которые смогли уничтожить мою эскадру. Вот. Если успею, я такой ролик сделаю. Вот. И там мы еще немножечко с вами вернемся, возможно, к обсуждению вот этого вот всего финала. Вот. Ну, опять же, это будет потом. Потом. Это будет потом, если позволит время. Ну, а сейчас я бы хотел бы еще раз, еще раз поздравить Яна, Яна Соболева и его французскую эскадру, которая, безусловно, смогла доказать свое превосходство над силами британцев, которая смогла утопить конвой, выполнить боевую задачу и, самое главное, еще вернуться домой. Это тоже немаловажно, да, потому что бот есть бот, но все-таки там у этих виртуальных моряков есть, наверное, какие-то свои виртуальные семьи, там, да, виртуальная родина, что-то еще, которое, безусловно, каждому из них хотелось бы увидеть. И вот Ян, опять же, своими кораблями, своей тактикой смог многим из них это обеспечить, что тоже, повторюсь, немаловажно и тоже, конечно, опять же, отражено в очках. Отражено, как бы, да, через таблицу, что его корабли большей частью выжили. Как-то так. Еще раз поздравляю всех участников, еще раз всем большое спасибо, еще раз всех жду на следующий сезон. Вот тем, кто не успел поучаствовать, кто немножко опоздал с отсылками проекта, как бы, ну, тоже извините, потому что, повторюсь, вот 14 игроков это немного, я понимаю, но на каждую это минимум по часу, плюс подготовка турнира, плюс заполнение таблиц, да, плюс монтаж видео, то есть это очень-очень много времени. Я вообще планировал игроков 8-10, но просто уже не смог, как бы, да, вовремя остановиться и отказать, получилось 14. Могло быть и 16, могло быть и 20, потому что в сумме мне прислали вот до окончания вот этого вот всего около 20 проектов, то есть вот, опять же, на там 6000 канал это, конечно, немного, но для турнира это более чем достаточно, и на мой взгляд это было очень-очень интересно, еще раз. Все, пишите ваши комментарии, опять же, большое вам всем спасибо за сезон, и зрителям, и участникам. Ну, вам на сегодня все, всем спасибо, и шестой сезон Битвы проектов на этом тоже заканчивается, заканчивается, повторюсь, победой Яна Соболева. Спасибо и пока.